Итак, дратути, мои маленькие любители конспирологии, сегодня у нас продолжение предыдущего подкаста на тему разбора фильма трилогии «Матрица» и саги о Гарри Поттере. Сегодня мы всю эту историю продолжаем на том месте, где мы остановились. Следующим циклом разбора фильмов будут, скорее всего, также параллельно будем разбирать два фильма, это «Властелин колец» и «Звездные войны». У меня здесь на фоне шумят детишки, и по этой причине я, возможно, буду очень быстро и громко говорить, чтобы их не слышать, потому что я аудиал в 20-й степени, и мне очень мешает любой посторонний шум. Поэтому не пугайтесь, если я буду разгоняться и очень жестко говорить, лишь бы не слышать вот этой сторонней истории. Так, ну поехали дальше. Смотрите, давайте-ка мы сейчас будем так же смежно идти. Не пугайтесь. Еще раз, всего лишь два фильма. Это фильм «Матрица» и «Гарри Поттера». Смотрите, ни для кого не секрет, что одним из символов «Гарри Поттера» являются совы. То есть, допустим, казалось бы, почему совы? Все средневековые времена люди между собой обменивались почтой посредством голубей. Никто сов не использовал. Кто-то может подумать, что это такое художественное приукрашивание. Вовсе нет. У масонов сова является главным символом, символом знаний и мудрости. И, собственно, как мы видим, у Гарри Буклю и у многих других ребят, там у Сэма, у Рона. Как у него звали? Не вспомню, как Роновского чувака звали, но у Гарри была Букля. И, в принципе, у всех учеников были совы, посредством которых они обменивались друг другом информацией. То есть, ученики Хогвартса – это абсолютная отсылка и аллюзия на масонство, на ребят, которые являются хорошими. Но очень важно понимать, что масоны масонам рознь. Вот я сегодня на канале эту тему затрагивал, сейчас хочу на видео ее тоже осветить, чтобы для большинства было понятно. Некоторые ребята полагают, что когда они играются с растениями-учителями, они дают им чистую информацию. Что типа то, что вот тебе растение показало, так оно и есть. На самом деле это неправда. Это неправда в 20-й степени, потому что встает вопрос. Если растение тебе предоставило все знания, то с тебя тогда какой спрос? Ты вообще нахрена здесь? Ведь вся наша жизнь состоит из выборов. Здесь проверяют качество вашего морально-нравственного компаса. И если вам предоставили все готовенькое, то о каком выборе может идти речь, если вы все уже знаете? Соответственно, когда под Айуасочкой, либо под какими-то другими энтеогенами, вам показывают, что допустим, там, Моргенштерн масон, Конор Макгрегор масон, там, я не знаю, еще какие-то дегенераты в виде нашего эстеблишмента, они-то, может, и считают себя масонами. Вспомните, Алекс Джонс снимал видео, когда там Буш и прочие дегенераты молились о сове. В США он это снимал, то есть у них там сова эта стояла, и они там читали обряд какой-то мутили. Да, эти люди считают себя масонами, но они таковыми не являются даже близко. Почему? Ну, как говорил Иисус, да, там, по-моему, по плодам их, узнаете их. И поскольку это все люди тупые, корыстные, эгоцентричные, ну, ни о каком масонстве речи быть не может. Потому что ребята, которые шли, скажем так, очень далеко посредством Айуасочного зелья, вы знаете, как вас там тестируют. То есть буквально на втором ретрите вам будут пихать различного рода материальные блага, от которых вы должны отказаться, иначе вас нахрен забанят и выкинут. То есть в моем случае мне подсунували там Ламборджини, Бугатти, какие-то дома и так далее. Я от всего этого отказался. На четвертой моей церемонии меня подловили. Мне подсовывали образ, скажем так, ну, у меня были проблемы со здоровьем, да, все, вы знаете, после отравления витаминкой по сей день еще разгребаю. И мне показали образ полностью меня здоровым, куча энергии, накачанное тело. И, конечно же, я не сдержался, я все это дело взял, меня нахрен забанили и сразу выкинули. Благо на второй церемонии дали второй шанс. И, в принципе, я... Почему дали второй шанс? Потому что я все это дело переосмыслил. Благодаря моему друиду, моему проводнику по имени Иван, которому я безумно благодарен за все, что он мне дал. Ну, так вот, да, если в масонстве, да, то есть вас допускают к этим знаниям только когда вы откажетесь от всей материальной хренотени, встает вопрос, как тогда весь этот постелитический эстеблишмент может являться масонами, которые думают, по сути, исключительно о себе. Законы, которые они создают, да, там, посмотрите, в США какая дичь вообще творится. Это же... Это кто все делает? Это как раз Обама и так далее. И растения вам покажут, что, типа, да, они классные, ты теперь в их тусовке. Но, еще раз повторюсь, есть реальные масоны, а есть те, кто считают себя таковыми. И реальные, на мой взгляд, они идут через растения учителя, это раз. А второе, они должны пройти испытания, я бы даже сказал, ряд испытаний. И очень часто, когда, допустим, после 13-й церемонии человека якобы посвящают, хотя на самом деле это фикция, вас лишь проверяют на ваши реакции, то есть вас как будто бы нарекли масоном, и люди эгоцентричны, они потом начинают вот царь во дворца ходить. Типа, я такой классный, я все знаю, вы все тупые, вы все говно. Это тот же самый тест, это никакое не посвящение, да. Опять же, вот Максим, партнер Ивана, он мне, собственно, это объяснял, что его посвящали, по-моему, три или четыре раза. Это все тесты нескончаемые. Мне кажется, они будут происходить до самой смерти. Потому что, как я уже не раз говорил, есть три основных смысла этой жизни. Загом доши тега, активировать сердечную чакру, ну и третье, оно уже вкупе из этих двух исходит, это вы заметите систему ценностей, как у Иисуса. И тогда вы проснетесь. Современная иллюзия на систему ценностей, как у Иисуса, это Жак Фреско. Да, он не идеален, но он всю свою жизнь посвятил на, скажем так, помощь людям. Помощь всей нашей планете. И истинная масонская клятва, она звучит так, как я клянусь и обязуюсь служить всем людям на этой планете. Там не идет речь про то, чтобы я клянусь стать миллионером, я клянусь покупать себе кучу драгоценностей, я клянусь быть стилягой. Ни слова о всей этой херне. Только о том, чтобы служить. Только о том, чтобы отдавать. Только о том, чтобы заботиться о других людях. Соответственно, в Хогвартсе, по сути, все четыре факультета, это все масоны. Но самые качественные, самые, скажем так, близкие к пробуждению, это Гриффиндор. А Слизерин, ну это тоже масоны, типа, это вот такие, как Моргенштерн, как Конор Макгрегор, как Флойд Майвезер. Там, я не знаю, кто там у нас из Establishment. Ну, российская вся эстрада, Филипп Киркоров и прочая всякая шалупонь. То есть, это люди, которые вроде бы соприкоснулись с духовным. Они узнали, что есть там боги, хотя мне больше нравится термин кураторы. Есть там духовный мир, есть реальный мир. Ну, то есть, так или иначе, они где-то что-то поняли. Но получилось так, что в один момент они свернули не туда. Их вот поглотило, заволотило их эго. И после так называемого пробуждения стало все еще хуже, чем было до этого. Потому что, когда вы объявляете войну своему эго, ну, как бы надо иметь в виду, что может быть ответка. И, соответственно, начав с ним бороться, может быть так, что оно полностью вас поглотит. Как это было, собственно, показано в фильме «Матрица», мы сейчас к этому придем, я уже не раз говорил, когда Смит прямо в сердце свою ладошку втыкал, и такая чернота распространялась и полностью человека заволакивала. И несмотря на то, что Морфеус был масоном 33-го градуса, и Тринити была масоном 33-го градуса, вспомните, он очень легко мог Морфеуса поглотить. Поэтому это о чем говорит, что если человек там масон, и даже масон высокоградусный, это вообще не говорит о том, что он на правильном пути. Кто на правильном пути? Нео. Тот, кто, скажем так, шел по пути Иисуса. Ни в одном масонском фильме никогда не шла речь, я сейчас не буду делать отсылки к каким-то именам, вы и так завуулированно поймете, о ком идет речь, ни в одном масонском фильме не шла речь о том, чтобы зарабатывать бабки. А есть один человек, который очень активно это педалирует. Он вообще произнес такую фразу, что нас здесь тестируют на энергоэффективность. Мол, чем больше ты зарабатываешь, при этом затрачивая меньше ресурса и времени, тем выше вероятность того, что в том мире тебя разбудят. Объясняю, почему это утверждение совершенно нелепо. Представители высокоразвитой цивилизации, которые погрузили нас в этот сон. Еще раз, обратите внимание, что все вокруг это компьютерная симуляция, это фикция, но при этом обратите внимание, насколько она качественная. Даже GTA 6 нервно курит в сторонке, как и видим акт 4, который вроде как ожидается. То есть, там настолько мощный квантовый комп. Обратите внимание на вот эти типа не случайные события, которые в вашей жизни происходят. Это же все просчитывается. То есть, это очень мощное оборудование. И неужели кто-то действительно полагает, что там наверху по-прежнему превалирует капитализм, и им от нас важно, чтобы мы умели зарабатывать много бабок, при этом затрачивая на это как можно меньше энергии? Ну, бред же. Единственное, что они от вас желают, это, чтобы вы возымели такую систему ценностей, что когда вас разбудят, чтобы вы никому там не нанесли вреда. А это могут сделать только люди, полностью уничтожившие свое эго, активировавшие сердечную чакру и возымевшие систему ценностей, как у Иисуса. Вот такие, собственно, дела. Поэтому, когда человек погружается в психоделический трип, это вовсе не говорит о том, что он извлечет ту же самую информацию, как и другой человек. Вспомните, в «Матрице» было такое выражение от этого лысого буддистского мальчика, где он сказал, что «это не ложка гнется, дело в тебе». Поэтому качество извлекаемой информации, ее количество, степень ее достоверности зависит лично от вас. И поэтому человек, у которого, допустим, 200 церемоний, у него в голове может быть полное говно, если его система ценностей соответствующая. А человек, который прошел пять церемоний достоверных знаний, может иметь гораздо больше, чем тот, у которого их 200. Так что вот такие его дела. Ну вот, надеюсь, понятно, что Хогвартс – это у нас отсылка к масонству, то есть у всех совята, все обучаются магии, потому что магия на самом деле существует. Вот, да, как говорится, люди, которые не верят в магию. Нет, как же там этот мемчик-то звучит? Люди, которые… Блин, что-то люди, которые не верят в физику, или люди, которые не знают физику, для них магии не существует. Ну, типа, это одно и то же, да. То есть, в общем, я не помню дословно, но как-то так оно звучит. Речь о том, что… А, люди, которые не верят в магию, они, типа, объясняют все физикой. Ну, ладно, все, неважно, проехали эту ерунду. Возвращаемся к четырем факультетам. То есть, Слизерин – это как раз ребята, которых эго заволотило, и они упали в самые нижние астралы. Другие когтовы раны Пуффинду я, честно говоря, не знаю, что они с собой олицетворяют. Мне сложно сказать. Но я точно могу сказать, что вот эти четыре факультета – это отсылка к хроникам Нарнии. Есть ли в этом какой-то большой смысл? Не знаю, не знаю, может быть, его можно там найти. Но так или иначе, основатели Хогвартса – это у нас два брата и две сестры из хроник Нарнии. Потому что что хроники Нарнии, первая часть, имела события в Великобритании. Да, там бомбили, собственно, Лондон, и они там в самом начале фильма прятались от немецких самолетов. И то же самое касается Хогвартса. Он также находится в Великобритании. Соответственно, эти ребята – их основатели. То есть, если мы говорим про Годрика Гриффиндора, это вот как раз вот этот парень, я не помню, как его зовут, который вот Саслан, Аслан был лев в хрониках Нарнии. Он был с ним на короткой ноге. И, соответственно, лев как раз является символом факультета Гриффиндор. Салазар Слизарин – это вот этот младший брательник, помните, который всех предал из-за своего эго, когда его соблазнила конфетками. Это ледяная королева, да, этот рахат лукум, он наелся. Это вот он и есть. Он даже визуально вот похож такой. Он был в зеленом, он был в темных тонах. Он был такой вот, как Локи. Да, собственно, это темная сторона. И две девочки. Какая из них Коктевран и Пуффинду, я фиг его знает. Мне кажется, старшая сестренка – это Коктевран, а младшая – это Пуффинду. Вот. Какую информацию это в себе несет, не могу сказать. Наверняка, скорее всего, как минимум можно подметить, что квантовый компьютер, который создает все эти истории, он очень последователен. И одна проистекает из другой. Вот такие, собственно, дела. Ладненько, давайте переходить к матрице, ко второй части. Там очень много ценных моментов. Я рекомендую сейчас быть максимально внимательными, потому что от этого зависит вероятность. Проснетесь вы в этой жизни или чемодан, вокзал, реинкарнация. Так, давайте мы, наверное, будем идти непоследовательно. Я сейчас просто хочу, чтобы не забыть озвучить самые ключевые моменты. Давайте сразу мы перейдем к концовке второй части «Матрица-перезагрузка». Помните, когда Нео был у архитектора? Что собой этот архитектор олицетворяет? В принципе, тот квантовый компьютер, в котором мы сейчас спим. То есть это абсолютно машинное мышление. Логика, рационализм, цифры и на этом все. И многие люди, которые одержимы своим эго, они, по сути, этим и руководствуются. И вот этот вот выбор, который он Нео предоставил, помните, он там сказал... Это многое не столь существенно. Понятное дело, что реальный мир в «Матрице» — это тоже симуляция. Это все не важно. Это все мелочи. Самое главное — это именно вот этот выбор, который был ему предоставлен. Он ему сказал, что Тринити пришла в «Матрицу», чтобы тебя спасти. То есть она нарушила договоренности с Нелл из-за своей любви к нему. Он ее попросил не заходить, а она зашла и все равно рисковала жизнью. И у него был вариант либо отправиться спасать ее, либо спасти Зион, в котором проживает 250 тысяч человек, и спасти всех людей в «Матрице», там миллионы. Он же сказал, что типа вообще умрет весь человеческий род, если ты сейчас делаешь неправильный выбор. И Нео выбрал спасти свою возлюбленную вместо того, чтобы спасти весь человеческий род. И самое забавное, вот я буквально сегодня до этого дошел, благодаря одному из своих подписчиков, благодарю Максиму, это чрезвычайно ценно, что Нео на самом деле выбор совершил единственно верный. О чем здесь идет речь? Когда вы выбираете свою любовь, кто-то может сказать, это идет через призму эго, это идет через сердечную чакру. Если бы Нео рассудил так, что типа одна женщина и миллионы людей, весь человеческий род, они же типа приоритетнее, но только с точки зрения ума. Здесь включается логика, холодный расчет и рационализм. Это машинное компьютерное мышление. А ребята наверху это мышление не хотят, чтобы вы его имели. И поэтому, когда Нео выбрал как бы поступиться жизнью всего человеческого рода, но спасти свою возлюбленную, это верный выбор, потому что это шло через сердце. И кто-то может сказать, что это эгоизм, что мол, Нео отправился спасать Тринити, потому что вот она ему нужна. Это неправда. Смотрите, как раз таки эгоист, он бы спас всех людей, а не Тринити. Почему? Потому что эгоизм это страх, это комплексы, это постоянное рассуждение о том, о что о тебе подумают другие. И по сути, когда Нео отправился спасать Тринити, он уничтожил и разрушил всю свою репутацию, все самомнение о себе. Банальный пример. Вот представим, у вас есть вторая половинка. И кто-то говорит, что сейчас ее убьет, но вы можете ее спасти, если сейчас выкинете все свои деньги, все свое имущество, удалите все свои социальные сети без возможности восстановления. То есть Нео, по сути, выбрал именно это. Потому что если бы люди узнали, какой он выбор совершил, то его репутация рухнула бы. И он в этот момент как раз таки не эго руководствовался, не страхом, а именно любовью. Есть женщина, которая уже спасала ему жизнь в первой части, она его поцеловала. И во второй части, он же ей сказал, не заходи сюда, тебя здесь ждет опасность. Ей плевать, она видит, что там электростанция не работает, и она все равно залетела в матрицу. И это угрожало ее жизнь. Поэтому такого рода выбор... Вот есть еще замечательная фраза из фильма «Замысел». Я смотрел его давненько, может быть, когда я его пересмотрю, мы тоже поразбираем. Я на тот момент думал, что автор такой глупенький, а на самом деле он базу выдает достаточно существенную. В фильме «Замысел» была фраза. Если требует сделать выбор между добром и злом, выбирай любовь. Это абсолютная база. Это как раз речь о том выборе, который Нео совершал, будучи в гостях у архитектора. Вот и все. Он просто выбрал любовь, и на самом деле он совершил верный выбор. Вернуться к Источнику, на время ввести в систему свой программный код и запустить загрузочную программу. После чего тебе придется отобрать 23 жителя матрицы, 16 женщин и 7 мужчин, которые займутся восстановлением Зиона. Отказ принять участие в процессе приведет к катастрофическому системному сбою и гибели людей, подключенных к матрице. В совокупности с уничтожением Зиона, бедствие примет угрожающий размах. Человечество будет истреблено. Ты не можешь этого допустить, потому что без людей вам не выжить. Мы готовы примириться с определенными жертвами. Намного важнее другое. Готов ли ты взять на себя ответственность за гибель каждого человеческого существа в этом мире? Мне интересна твоя реакция. Пять твоих предшественников были намеренно запрограммированы схожим образом, что определило возникновение чувства глубокой привязанности к другим представителям вашего вида и помогло им исполнить функцию избранных. Но если их привязанность носила абстрактную форму, то у тебя она абсолютно ощутима. Здесь речь о том, что квантовый компьютер, в котором вы спите, считывает все ваши биохимические реакции. Я уже не раз озвучивал, что ваши действия не настолько важны, как ваше отношение к ним. То есть, банально, вы можете не выспаться, вы можете сильно устать, вы можете что-то потерять, там, не знаю, бабки, например, и вы по этой причине будете раздражены, и вы можете нагрубить своим близким людям. И это как бы нормально, это ожидаемо и так далее, но гораздо важнее ваши реакции после. Вечером, на следующий день. Как вы к этому явлению относитесь? Нормально ли вам, что вы причинили боль своим близким, или вы сожалеете? Вот на что в основе своей ребята, сидящие наверху, смотрят. Ты любишь? Тринити. Кшла. Об этом, кстати, Трех Хлебов говорил. У него вообще есть такая версия, что мы здесь просто смотрим сериал, что наши действия, они не наши. Я все же так не считаю, но также он озвучивал, что именно первостепенно важен наш выбор. Это раз. И второе, наши ощущения, когда мы этот выбор совершаем. Колеблемся мы, какие эмоции мы испытываем. В принципе, Трех Хлебов говорил все то же самое, что озвучиваю я, просто немножечко другим языком. Ну, первое, в чем мы с Трех Хлебовым коррелируем, я также закидывал это видео на канал, что этот мир, компьютерная симуляция. Только Трех Хлебов это называл мороком, он говорил, что вот эти атомы, это все иллюзия. Ну, да, да, просто я уже говорю на таком более новоявленном языке, более понятном молодежи. И также Трех Хлебов говорил, что этот мир, место, где нас готовят стать богами. Я о том же вам говорю. Но мне не нравится термин боги. Представители высокоразвитой цивилизации, можно сказать, инопланетяне. В принципе, для многих людей это будет более понятно. И мы дети, которые находимся в школе, в которой мы должны научиться любить. Поэтому вся ваша жизнь состоит из этих выборов. И если вы тест пройдете, вас там разбудит. Где вы бессмертный, это раз, плюс у вас неограниченные способности. Мы это называем магией, метафизикой, там левитация, создание, телепортация, все что угодно. И поэтому так важно здесь сформировать настолько четкий, качественно выструганный морально-нравственный компас, чтобы проснувшись там, вы бед не натворили. Если там проснулся Жак Фреско, который всю жизнь посвятил помощи другим людям, вообще всей планете и всему человечеству, и я не против. Я не против Жаку Фреско доверить все свои финансы. Я скажу больше, я не против доверить ему свою собственную жизнь. Потому что я знаю, какая у него система ценностей. А доверить Кольке вашему соседу, напротив, я бы не доверил даже телефон свой у него оставить. Поэтому и будет там только тех людей, которые возымели либо приблизились к системе ценностей, как у Иисуса. Люди эгоцентричные, люди озлобленные, люди завистливые, люди ревнивые. Никогда там не появятся. Вот банально, если у вас расистские взгляды, вы идете нахер. Ну, я имею в виду на реинкарнацию. Если в этой жизни вы не переосмыслите и не поумнеете. Если вы расист, если вы нацист, если вы сексист, чемодан, вокзал, идете нахер. Она зашла в Матрицу спасти тебя ценой своей жизни. Нет. Момент истины, опасный аномалий и фундаментальный дефект системы сходятся в точке одновременного завершения и начала новой эпохи. Вот две двери. Дверь справа ведет к источнику и спасению Зиона. Дверь слева ведет в Матрицу к твоей любимой и к гибели вашего вида. Как ты уже заметил, у всех людей есть выбор. Но ведь нам уже известно, как ты поступишь. Я уже вижу начало реакций, химических реакций. Они приведут к обострению чувства, которые всегда подавляют голос логики и разума. Чувства, мешающие у тебя увидеть простую и очевидную истину. Она умрет, и ты никак не сможешь этому воспрепятствовать. Любовь, квинтэссенция человеческих иллюзий, живительный источник вашей великой силы и вашей великой слабости. Лучше молись, чтобы нас не было второй встречать. И не будет. Вот такие, собственно, дела. И я не просто так затронул, что на айовасочных церемониях перед тем, как вас посвятить, масоны, хотя, еще раз повторюсь, никого на 13-й церемонии не посвящают, это просто проверка на ваш морально-нравственный компас. Есть ребята, которых типа посвящают, у них эго до такой степени раздувается, что они потом говорят, вы все говно, я самый умный, и на этом как бы и все. Вот, поэтому я и говорю, я не хочу быть масоном, я не хочу быть причастным к этой тусовочке, я больше не апеллирую к этой терминологии, я просто стараюсь вот, ну, через призму Гарри Поттера объяснить, кто это такие. Но сама вот это вот, сам этот термин, сама эта тусовка, это не моя тема, я не хочу туда. Итак, едем дальше. Ну, вот этот моментик, надеюсь, понятен, что вот эта вот игра, в которой вы находитесь, это, по сути, игра квестовая, где вы постоянно совершаете выбор между тем, что выгодно, и между тем, что правильно. На одной чаше весов ваше эго, это выгода, а на другой, это то, что правильно, это ваш морально-нравственный компас, то бишь сердечная чакра. И чем чаще чаша весов будет склоняться туда, где сердечная, тем выше вероятность того, что вас потом разбудят. Те, кто думают только про себя, думают только про бабки, думают про свой статус и прочую всякую хренотень, досвидули. Ну, я вам серьезно говорю, это так и есть. Мы сейчас дальше еще этого коснемся. Так, сладенько, давайте по поводу второй части. Вот, собственно, Нео сделал этот выбор, в итоге он спас Тринити, несмотря на то, что квантовый комп ему сказал, что у тебя ни хрена не получится, а любовь, она она на все способна. Она может и болезни любые вылечить вплоть до воскрешения умирающих, да, как это было в Тринити. Это опять же отсылка к этому, что любовь, вот даже многие люди это говорят, там, даже те, кто немножечко, неважно чем, треповали, что Бог есть любовь. Все это чувствуют, все это понимают. В моем понимании Бог, это вот все окружающее пространство. То есть, чем больше вас любить, у вас все будет замечательно. То есть, вас, как бы это грубо ни звучало, как будто бы дрессируют. Да, то есть, воспитание, можно сказать термин воспитание, можно сказать дрессировка, на то, чтобы вы осознали прям очень глубоко, что единственный смысл этой жизни и следующей, которая уже является настоящей, это любовь. Все. Все другие чувства, это хрень собачья. Любые ваши действия должны проистекать только через призму любви. И все, и тогда мир будет абсолютно гармоничным, безопасным. Именно тот. Вот смотрите, почему в этом мире происходит столько всякого говна, войны, экология отвратительная, постоянно какие-то бунты, капиталистическая система, где куча людей голодает. То есть, вам демонстрируют, вам показывают, насколько общество эгоцентричное, да, одержимое вот этой компьютерной программой под названием эго, оно поганое. Насколько грязная и омерзительная система под названием капитализм. Какую вот проблему в этом мире не возьми, ее корень это деньги. Да, как говорил Жак Фреско, деньги это самая грязная и поганая хренатень, то есть, это корень всех проблем. Если мы говорим про торговцев органами, причина бабки, торговцы детьми, причина бабки, проституция, причина бабки, торговля наркотой, причина бабки, отвратительное тупорылое образование, причина бабки, фарминдустрия, которая убила, я просто не хочу, чтобы инстаграм сейчас видосик заблочил, фарминдустрия, которая людей подгандошивает, причина бабки, то есть, вам колят эти витамины, да, чтобы заработать бабла, чтобы у вас было херовое здоровье и доить вас, пока вы не сдохнете. Если мы говорим, да, ну, везде, вот куда ни клюнь, вся проблема в бабле, и как раз проект Венеры, ресурсно ориентированная экономика Жака Фреско, может быть, и не решает все проблемы, но решает гораздо больше, чем капитализм вообще даже может себе вообразить. И в реальном мире, как раз таки, система устройства общества примерно такая же, как проект Венеры, только в миллион раз лучше, потому что проект Венеры, это такой начальный уровень, вы его увидите, те ребята, которые активируют сердечную и загасят свою эго под шконку, ну, примерно в районе 2030 года настанет проект Венера, то есть никакого капитализма уже не будет, будет базовый доход и прочая всякая такая история. Но там это все модернизировано в миллион раз качественней. Вот такие, собственно, дела. Так, давайте, я хочу показать, как эго, как Смит в состоянии заражать других людей, и как Нео ему противостоял, потому что он, собственно, содержал в себе любовь. Мы не будем смотреть весь отрывок, буквально вот начало диалога и демонстрацию того, как происходит вот это эгоцентричное, скажем так, заражение. То же самое было показано в ролике иншадов, что так называемые иллюминаты, там, Рокфеллер, Ротшильд и так далее, вот они тоже ваше эго распаляют посредством СМИ. Мистер Андерсон, вы получили мою посылку? Да. Отлично. Смит? По показаниям датчиков, он не агент. Удивляет наша встреча? Нет. Значит, вы в курсе. Чего? Того, что мы связаны. Я не понял до конца, как это вышло. Возможно, вам каким-то образом удалось изменить и переписать мою программу. Сейчас это уже не имеет значения. Важно другое, все, что произошло, было не случайно. И в чем причина этого? Когда-то, мистер Андерсон, я вас уничтожил и наблюдал, как вы умирали. Но что-то вдруг изменилось. Я был уверен, что это невозможно, но тем не менее это произошло. Вы убили меня, мистер Андерсон. Потом, узнав правила, я понял, что надо было сделать, но все же я этого не сделал. Я не ушел. Посмел нарушить приказ. Приказ. Я осмелился остаться. Здесь речь идет о том, что когда вы со своим эго справитесь, эго других людей, поскольку это является одна компьютерная программа на всех, будет максимально на вас агрессировать. Я уже это озвучивал, что когда вы, допустим, переходите на сыроедение, все вокруг вам говорят, что вы дегенерат. Если вы там начинаете заниматься каким-то бизнесом, там тем же сетевым маркетингом, слышите то же самое. И когда вы станете человеком просветленным, то есть начнете бороться со своим эго, творить добрые дела, но вас также будут смотреть как на дебила, критиковать и так далее. То есть Нео в первой части уже вроде бы отделался от этой дряни, но эго других людей продолжает на него гавкать. И сейчас я здесь по вашей вине, мистер Андерсон. Вы виновны в том, что я уже не часть системы. Вы виновны в том, и ваше эго может вновь возродиться через эго других людей. Ну вот банально представим, вы там стали таким вот светлым, благостным человеком. Никому зла не желаете. И тут, не знаю, на улице, допустим, какой-нибудь чувак вашу девушку за жопу мацанул. Да? То есть какие будут первичные реакции? Агрессия? То есть получается, эго, которое находится в другом человеке, провоцирует ваше снова вас разродиться. То есть здесь об этом и идет речь. Поэтому вам нужно возыметь такую систему ценностей, чтобы у вас чужое девиантное поведение не цепляло. И если девушка не проснувшаяся, это будут большие проблемы. Потому что девушка адекватная, она на это отреагирует соответствующим образом. А если неадекватная, она захочет вашей драки. И если вы вступите в эту драку, вы уже проиграли. У вас эго опять захватит контроль. Ваша собственная. Виновны в том, что я преобразился. И сейчас я совершенно новое существо. Свободное. Поздравляю. Ни с чем. Вам хорошо известно, как обманчивы внешние благополучия. Поэтому поговорим о том, почему мы здесь. Мы здесь не потому, что свободны. Мы здесь потому, что нас лишили свободы. глупо не замечать цели нашего существования и подвергать сомнению мотивы поступков. Мы здесь из-за вас. Мы должны выполнить свою миссию. Она должна объединить нас. Должна побудить гейст. Должна вести нас. Должна влечь нас. Наши поступки должны определяться целью. Целью, связавшей нас. Всех нас привели сюда. Вы, мистер Андерсон, и мы должны забрать у вас то, что вы забрали у нас. Эго, компьютерная программа, которая находится в головах других людей, это, по сути, искусственный интеллект, самоосознающий. И, естественно, его цель поглотить как можно больше людей. И здесь об этом и речь, что Смит, он хочет вот прям всех вот забрать себе. Кто-то называет это Люцифер, кто-то Сатана. Даже в Библии это описано, что, типа, цель Сатаны соблазнить как можно больше людей, да, там, как-то называется, типа, ну, соблазнить душу, чтобы она в ад упала. Но об этом речи идет. И Змеи-искуситель, да, тем же самым занимается. А, собственно, Змеи-искуситель это и есть аллюзия на ваше эго. То есть, по сути, во всех, как это правильно будет сказать, источниках прописана одна и та же линия. Просто ее метафорически объясняют по-разному. Такой язык современным людям более понятен. А там Библия либо какие-то другие религиозные книги, они для людей прошлого формата, скажем так. Но только люди его не понимают. Да, мы же прекрасно понимаем, что посетитель христианского и Григора в основе своей, это, ну, это, бандиты всякие, бабки озлобленные и так далее. Да, обратите внимание, что Смит воткнул свою руку именно в сердце. То есть, речь о чем идет, что вот когда у вас доброе сердце, когда вы всем помогаете, какой-то эгоцентричный человек, он будет пытаться вас задеть в самое сердце. И вот он его как бы отравляет. Тут вот, ну, надо как-то умудриться через любовь, чтобы он вас все-таки не задел, потому что модель поведения у всех может быть разная. Написать могут что угодно, сказать что угодно, совершить действие какое угодно. И вот вам нужно как-то, кто-то скажет, стерпеть, схавать, а на самом деле нужно обладать мышлением, как у Жака Фреско. Я сейчас объясню далее, что я имею в виду. Что происходит? Не знаю. Скоро все будет кончено. И вот обратите внимание, Смит как бы пытается Нео тоже отравить, вновь эго в нем поселить, а из-за того, что в нем много любви, он этому делу сопротивляется. То есть не может Смит его отравить за счет того, что Нео уже частично имеет систему ценностей, как у Иисуса. Объясняю, как сопротивляться нападкам эго других людей. Жак Фреско нам в этом очень помог. Сейчас я объясню. Есть такая дисциплина ответвления в психологии, как бихевиоризм. Мы не будем этого подробно касаться, может быть, как-нибудь отдельную лекцию проведем. Бихевиоризм говорит о том, что модель поведения человека и его ценности формируются в среду. Это абсолютная база. Если человек родился, я не знаю, в каком-нибудь Подзалупинске, у алкашей родителей, то почти наверняка с 99% вероятности он вырастет быдлом. Ну, это же очевидно, что ребенок, выросший в такой среде, околофутбольной, скажем так, и нищей, ну, маловероятно, что у него будет система ценностей, как, например, у паренька, который вырос в богатой семье, у которого, например, отец какой-нибудь инженер, а мама там играет на фортепиано. И при этом они уделяли внимание своему ребенку. Он же будет более утонченным, более аристократичным. Да, у него может быть эго завышенное, но так или иначе он не будет там быдларем, который набухивается и бьет других людей. Ну, то есть, это, надеюсь, понятно, да? Вопрос, опять же, там, к расистам, ко всяким нацистам. Вот обратите внимание, что часто русскоязычные расисты и нацисты, которые не любят негритосов, они же охренеть какие-то тупорылые. То есть, они говорят, что негры тупые, но при этом, допустим, там, Морган Фримен, Уилл Смит, это, не знаю, другие какие-то чернокожие актеры, они же вообще прекрасные, добродушные, веселые, разумные, сколько радости нам дарят в фильмах, там, есть какие-то писатели и так далее, но, а это быдло, но при этом, они говорят, что те чернокожие тупые, ну, охренеть, да сколько чернокожих музыкантов, по-любому, там, есть какой-нибудь, в каком-нибудь оркестре, там, не знаю, где-то в Лондоне, играет, и вот в этом, собственно, и проблема. Но происходит это по той причине, что просто тот чернокожий, он вырос в нормальной среде, так или иначе, это сформировало определенную систему ценностей. И поэтому, когда, допустим, на вас агрессирует какой-нибудь быдлайр, по сути, он не виноват. То есть, видение Жека Фреско говорит о том, что он всего лишь навсего жертва своей среды. Если мы возьмем какую-нибудь девушку, знаете, там, лицемерную, корыстную, шлюховатую, она тоже не виновата, что она таковой стала. Если вы углубитесь в ее прошлое и пороетесь в тех переменных, что сформировали ну, прошлое было, мягко говоря, не самое хорошее, она просто жертва своих обстоятельств. У нас в голове нету, знаете, там, какого-то имманентно присущего рычага, который там показывает, что хорошо, что плохо, что правильно, что неправильно. У нас в голове такого нету. Нас всему этому учит среда. Вот банально, если вы там родились, например, в племени каннибалов, вы будете есть человечину. Ни один каннибал не скажет такой маленький, а я чуть не хочу людей жрать. Нет, вы будете делать так, как это делают ваши взрослые родственники, дяди, тети и так далее, те, кто имеют авторитет в ваших глазах. И очень часто, когда ребенок растет в семье алкашем, естественно, он потом клей нюхает. Ну, это по банальности, господи, неужели кто-то этого не понимает. Но такие контрастные примеры в виде там какой-то семьи каннибалов и так далее, это прям... И чем более среда дефицитная, да, на какие-то иные модели поведения, тем выше вероятность, что вы будете абсолютным ее продуктом. Бывают случаи, когда, допустим, ребенок растет в семье алкашей, но при этом у него есть интернет, у него есть школа, и он оттуда может черпать иные модели поведения. Тогда есть вероятность того, что он все-таки не станет похожим на родителей. Но если это очень консервативное явление, да, если мы берем там общину каких-нибудь амишей, то есть у амишей родились дети, эти дети по-любому будут амишами, они не будут мусульманами, они не будут кришнаитами, они будут амишами, потому что у них банально даже нет интернета, чтобы увидеть иные субкультуры, иные какие-то религиозные воззрения. То есть, надеюсь, это понятно. И в моем случае, когда какой-то человек теперь, я раньше это все понимал, но вот когда меня траванули витаминкой, я настолько погрузился в свое эго, в свою боль, что я обо всем этом забыл. И сейчас вот, когда какой-то человек там на меня выебывается или в принципе как-то грубит, я просто стараюсь представить его ребенком. Потому что даже самый конченый дегенерат, преступник и насильник в три годика таким не был и в пять лет таким не был. Самые конченые, мразотные, эгоцентричные, без совести люди, когда они были маленькими ребятятами, они все были хорошими. Единственное, что они хотели, это играться, веселиться и маму обнимать. Вот и все. И поэтому, опять же, чтобы простить какого-то человека, легче всего это сделать, представив его ребенком. Если мы говорим про гипнотерапию, я сейчас не буду давать подробные инструкции, потому что это много времени займет. Мы как-нибудь на канале по здоровью отведем трансляцию, я вас научу качественной самогипнотерапии. Не все смогут ее произвести, но это возможно. Так вот, чтобы простить какого-то человека, рекомендую представить его ребенком. По-другому не получится. А когда представляете ребенком, ну можно простить практически все, что угодно. И очень главное именно по цепочкам вот понять, почему он таковым стал. Если, допустим, вас била мать, это только потому, что ее мать тоже била. Она просто не знает иной модели воспитания детей. Вот, она неплохая. Она просто продукт своей среды. Вот представьте, на заводе, допустим, сделали бутылку, и она получилась кривая. Вы разве можете винить бутылку за то, что она кривая, косая? Нет, это брак, это дело, я не знаю, может быть, в аппаратуре, может быть, там в самом инженере, который там за рычаг что-нибудь коряво дергал, неважно, но бутылка-то не виновата. Поэтому, если ребенок вырос агрессивным, тупым, лживым, мошенническим, там, я не знаю, неважно каким, это просто ему не повезло родиться в соответствующей среде. Вот я просто вспоминаю своих бывших эмоциональных террористок. У всех детство было отвратительно. Заодно и батя там с топором бегал. Другую тоже там батя-алкаш эмоционально очень сильно насиловал. Поэтому они такие ебнутые теперь. То есть, они не виноваты, они жертвы. Я стал их жертвой, потому что я был доверчивый и наивный. Но, так или иначе, злости у меня к ним нету. Общаться я не хочу, но и негатива никакого не испытываю. А если их еще представить детишками, найти их детские фотографии, там такой милый, плюшевый ангелочек будет. Нету в ней вот этой вот корысти и прочей всякой бяки. Господи. Всего этого нету. Поэтому такие вот дела. Так, давайте-ка по поводу второй матрицы. Какие еще смыслы там можно ключевые выявить? Давайте диалог с Мировингеном посмотрим. Мировинген это самая яркая аллюзия на иллюминатов, на людей, одержимых своим эго, которые, собственно, в нас это эго тоже педалируют. Давайте я своими словами сперва сейчас опишу. Во-первых, он себя считает умнее всех, хотя сам он, охренеть, какой тупой. Это первое. Плюс власти бабки. Да, у него Пифия, я помню, когда на него с Пифией общался, я не помню точного контекста, он, кажется, спросил, а что ему нужно? Она говорит, а что еще нужно мужчинам, имеющих много власти и денег? Еще больше власти и денег. То есть у Рокфеллера, у Ротшильда бабла хоть жопой ешь. Их, блин, за всю жизнь не потратить. А им еще больше надо. То есть, да, они вот сейчас создают вот эту глобальную историю, не с точки зрения проекта Венеры, я за глобальную историю, нахрен эти границы не нужны, они только людей разделяют. Но Ротшильд и Рокфеллер с какой призмы это делают, чтобы быть, скажем так, властелинами всего мира. То есть с их точки зрения это именно через эту призму исходит. То есть вроде бы и так у них там все куплено, никто их посадить не может. Да, он, Ротшильд может спокойно там, не знаю, выйти в магазине, пристрелить кого-нибудь, и никто его не посадит. Он скажет, я террориста прикончил. И, но все равно хочется еще больше власти. Вспомните, было интервью этого, как же его звали-то, Аарон Руссо. Это человек, который в свое время дружил с Рокфеллером и очень много таких потаенных тайн этой семейки нам поведал. Вот его потом то ли убили, то ли он сам от рака умер, не могу сказать наверняка. Но, вот как Рокфеллеры рассуждали, он же говорил, это же они войну это устроили, это 11 сентября, это их история. Война с этим, с Ираном и Раком, это тоже все их хренатень, просто чтобы больше бабла и нефти захватить, и территории, соответственно. И Аарон Руссо сказал, типа, а нафига вам это, у вас и так столько власти и бабла, куда еще больше. И Рокфеллер, один из Рокфеллеров ему отвечает, не тот, который страшнющий такой дедок, а его племянник или сын. И он говорит, а какое тебе вообще дело до других людей? Ты думай о себе и о своей семье. То есть, кто эту фразу произносит? Эго? То есть, вот эти Рокфеллеры, они максимально одержимы своим эго, то бишь, дьяволом и сатаной. Мы их называем сатанистами. Но никакого сатаны не существует. Это бредятина. Есть лишь эго, он и является сатаной. И все. Они думают только о себе. И им вот этот эгоцентризм, безусловно, дает силы, дает власти, дает бабла немерено. То есть, чем сильнее вы свое эго раскарабливаете, вот смотрите, банальный пример. Как легче всего заработать деньги? Через добро и свет или через эгоцентризм? Вот если, допустим, выйти на YouTube и вещать там про добро, про свет, говорить про то, что надо делиться, что надо творить добрые дела, да кому я нахер там усрался? А вот если я, допустим, создам канал и буду говорить, какие все женщины тупые, какие они шалавые и так далее, я на этом очень сильно вырасту. То есть, на этой тематике сексизма будет до хера популярности. Или, допустим, вылезти с тематикой и говорить, что там украинцы дебилы или россияне дебилы. Как это занимается Шари и кто там еще? Позняков, да? У Влада Познякова, обратите внимание, как вырос канал на вот этой тупорылой тематике. А если бы Влад Позняков рассказывал, что надо медитировать, надо всех любить, там нахрен все отпишутся. Поэтому через эго те, кто идут по пути сердца, им власти бабки не нужны. Но просто теоретически это объективно, что через эго возыметь все эти явления гораздо легче. И поэтому в Библии сказано, что легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богатому войти в царствие Божие. Никто не говорит о том, что нужно в нищете, да, тусоваться. У меня вилла, комфортная, уютная, но я не боюсь, если я останусь вообще на нуле. И я могу спокойно себе снять там какой-нибудь задрипанный этот, ну, есть такие деревянные домики. Вообще без каких бы ни было проблем, потому что я не заморочен на роскоши. Мне вообще плевать на это. Ну, вот такие, собственно, дела. А когда человек обладает миллионами, когда он считает себя там охренее, вот как, допустим, нельзя делать отсылки к другим людям, давайте гипотетически, просто очень богатый человек, у которого там яхты, куча телок, дорогие машины и так далее. Как ему со своим эго справиться? Только разориться. И поэтому Айви и Зак в револьвере заставили мистера Грина раздать все свои деньги. Об этом и речь. Пока есть бабки, вы хрен свое мышление поменяете. Ну, может, кто-то и может. Ну, я точно бы не смог. Я, собственно, прошел через ту же историю, как и мистер Грин в револьвере. Я раздал все свои деньги. У меня был период, вот после моей четвертой церемонии у меня ноль бабла было. Ноль! Еще раз, вообще нет денег. Ничего, нормально. Даже прикольно, скажу я вам. Потому что я за это получил бесценные вещи. Бесценные знания, бесценное понимание того, как этот мир устроен. Это даже миллиарды долларов не стоит. В том плане, что это реально бесценно. Поэтому, человек, грех жаловаться. Я безумно счастлив. Так, давайте мы сейчас Мировингена послушаем. И потом перейдем к Гарри Поттеру. И в конце мы поговорим про третью часть Матрицы. Тоже про существенные моменты, которые я считаю наиболее ключевыми. Говорю, этот Мировинген, это просто аллюзия на этих иллюминатов. На всю эту Рокфеллеровскую, Ротшильдовскую тусовку, на весь этот эстеблишмент, там, украинский, российский и так далее. То есть люди, которые не являются масонами в полноценном смысле этого слова. А вот и он, наконец-то. Нео. Избранный собственной персоной, верно? И легендарный Морфеус. И Тринти, конечно. Сидель кальмефэссюфхир. Я много о вас слышал. Прошу вас, садитесь. Это моя жена Персифона. Что-нибудь желаете съесть, выпить? Хм. Ну, конечно, все это сплошная бутафория. Пускай гостям пыль в глаза. Нет, спасибо. Я понимаю. Нет времени. Ни у кого нет времени. Но, с другой стороны, если мы сами не будем уделять себе время, то откуда оно возьмется? Да, и обратите внимание, что Мировинген окружен, если вы помните сюжет Второй Матрицы, то есть на него работали два призрака, вампиры, другие были какие-то чуваки, ну, то есть люди, скажем так, с темными метафизическими способностями. И когда я говорю, что сатаны и Люциферы не существуют, что это, по сути, ваше эго, но демонические информационные программы, они есть. Там, типа, вот эти вот суккубы-инкубы, там, я не знаю, реальные демонюги, это все существует, просто мы этого не видим. Если Третий Глаз у кого-то откроется, вы увидите. Я знаю ребят, которые всю эту хрень видят, они говорят, после того, как он открывается, единственное желание, чтобы он нахрен закрылся, потому что тяжело все это видеть и анализировать. Ну, просто я к чему веду, что это вот, допустим, вот это вот, как сказать, иллюминатская тусовочка, она действительно может управлять этими энергоинформационными сущностями. То есть, могут и призвать, и что-то попросить. Есть такая книжка, я забыл, как она называется, автор, про Сантори, Санториния, кажется, или Сантория называется, вот эта буддовская, бразильская хренотень. Он же рассказывал, вот смотрите, есть метафизические способности, которые открываются через свет. То есть, когда вы активируете все свои чакры, у вас простреливает кундалини, вы там прощаете отца, маму есть, допустим, на ютубе, я еще не смотрел, наткнулся на интервью одного парня, он говорит, когда я простил своего отца, у меня открылись магические способности. Я не смотрел, но я понимаю, о чем идет речь. Я тоже, когда отца простил, у меня коннект, скажем так, с духовным стал гораздо плотнее. И это правда, это развитие через свет, а можно через Демонюк. И вот этот вот мужчина в этой книге, я закидывал еще давным-давно на свой канал, думаю, те, кто за моим творчеством давно следят, вы эту книгу, надеюсь, слушали, и вам будет более предметно понятно, о чем сейчас идет речь. И вот этот вот хрен, который с этой вудовской, сантерии игрался, он мог читать мысли других людей. Но как он их читал? Через Демонюк. То есть он с ними взаимодействовал, читали Демонюки и потом ему транслировали. Ну, кто-то называет их духами. Но по сути, да, это темные духи, которыми можно повелевать, с которыми можно взаимодействовать. Но если с ними этот контакт разрывать, они потом люлей могут понадавать. Но, еще раз повторюсь, это имеет место быть, это все существует, но это настолько малозначимо. Выбить из себя Демонюгу можно просто начав творить добрые дела. Но вы же понимаете, что темная хрень, она несовместима с явлением светлым. И поэтому, если быть на высоких вибрациях, если просто начать помогать другим людям, все лярвы, все поотпадает. Понятное дело, это не за один час произойдет, но на недельку, тире на три недели погрузитесь, прямо в детские дома ездите, бабушек через дорогу переводите. Если у вас есть деньги, раздавайте их нуждающимся. Вот как, допустим, Анжелина Джоли делала. То есть, Анжелина Джоли это правильная масонка, которая понимает, да, как отсюда выйти, посредством чего? Активация сердечной. И она этим и занимается. То есть, вся деятельность Джоли, которая не связана с кинематографом, это все помощь детям. То есть, да, она вот как мать Тереза, она понимает, что дети, это вот как раз один из ключей по активации сердечной чакры. То есть, она ездит в Африку, она всем помогает голодающим, там одежды и так далее. Да, у нее очень много вот, она усыновила и удочерила какую-то часть детишек из детского дома. То есть, они с Брэдом Питтом, это реально светлые масоны, которые тему шарят. А вот такие, как Моргенштерн и прочие, дегенер... Ладно, мне нельзя людей оскорблять. Короче, это неправильные масоны. Это вот те, кто, да, как бы знания получили, ложные, и в них поверили, и их нахрен вообще унесло не туда. То есть, их эго заволочило. А вот Джолина Молоченко, она пытается, она знает, да, что нужно делать, как отсюда выйти, и вот она свою сердечную таким вот образом на эмоции и качает, полностью отдавая себя, заботясь о других. Она молодец. Да, там еще будет такой момент, кстати, очень забавный, с супругой Мировингена, тоже темной такой бабой. Помните, когда она заставляла Нео ее поцеловать на глазах у Тринити? Это похоть, это прелюбодействие. Я же говорил вам вот про семь заповедей на прошлой трансляции. Вот и была одна из заповедей, это не прелюбодействуй. И как раз вот эта вот телка Мировингена, по-другому ее не назвать, она заставляла Тринити прелюбодействовать. То есть, она еще и эго ее распаляла. То есть, опять же, Тринити вроде бы масонка 33-го градуса должна была свое эго перегондошить. Нифига. Все равно стоит и ревнует. Но потому что ее провоцирует другая вот эта вот темная бабеха. Мировингевская, скажем так, кошелка. Тебе известно, зачем мы тут? Я обладаю и торгую информацией. Я знаю все, что надо. Вопрос другой. Вы-то знаете, что вас привело? Мы ищем мастера ключей. Да, это правда. Мастера ключей. Но причина, разумеется, не в этом. Мастер, простите, лишь инструмент, а не конечная цель. То есть, разыскивая его, вы ищите инструмент, чтобы... Ну, что? Ты знаешь ответ на этот вопрос. Правильно. А вот тебе ответ неизвестен. Вы здесь потому, что так сказали. Вы только исполняете чужую волю. Так уж устроен наш мир. В нем лишь одна постоянная величина и одна неоспоримая истина. Только она рождает все явления, действия, противодействия, причина, потом следствие. Всегда есть выбор. Чушь. Выбор. Это иллюзия, рубеж между теми, у кого есть власть и теми, у кого ее нет. Ну, вот, собственно, виденье иллюминатов, оно заключается в том, что вот те, у кого бабки есть, типа, они здесь как бы элит. Хотя на самом деле они не выйдут с такой системой ценностей отсюда никогда. Ну, или, может быть, там, в следующих жизнях, да, может быть, я тоже когда-то неправильно этот выбор совершал и скатился там внизу и сейчас из этой задницы вылазил. Я не знаю. Но я веду к тому, что это все неправильно. Не вижу смысла показывать отрывки. Я думаю, вы помните или посмотрите Матрицу, где там Нео целовался вот с девахой Мировингена и Тринити ревновала. То есть, они вот таким вот образом их обоих искушали, драконили их внутреннее эго. Хотя Нео гораздо спокойнее отнесся к этой истории, а вот у Тринити немножечко подгорало. Вот. Давайте теперь переходить к Гарри Поттеру. Надеюсь, понятно, что Гарри Поттер это аллюзия на масонские, скажем так, организации. То есть, сам вот этот Хоббартс и так далее. Там же тоже все на магии построено. То есть, там наука от науки одно название. То есть, в масонстве там даже символизм. Да, посмотрите, там алхимия сплошная. Вот, допустим, сварить ту же Айавасочку. Что такое? Это алхимия? А, допустим, вот эти две, два вот этих столба, да, как он там, Ясен и Боас, кажется, называется. Это же из Кабалы. Это все абсолютная магия. Кабалу тоже, да, это тоже, как бы, ну, энциклопедия магическая, метафизическая. То есть, там вообще никакой речи не идет про те вещи, которые нам наука пихает. И, соответственно, все масонство про это. То есть, масоны знают, что магия существует, я скажу больше. Да даже я уже некоторыми способностями обладаю. Я не помню, на прошлом эфире это озвучивал или нет, что я периодически, не всегда, но в достаточно сильной степени могу чувствовать других людей. Это, конечно, очень прикольно и необычно. И в то же время я знаю, что есть ребята, которые обладают подобного рода способностями гораздо качественнее. Мне вот Ваня рассказывал про одну женщину, которая там уже за 200 аявасочных церемоний, так она может подойти к любому человеку, приложить два пальца к колбу и все про него рассказать. Я в некоторые деньки, когда налаживаю коннект с духовным, я тоже могу как будто бы залезть в голову другого человека и прочувствовать, что чувствует он. Ну, это, конечно, очень удивительно и прикольно, причем на расстоянии. Но речь идет о тех людях, с которыми у меня была связь и в частности связь сексуальная. Смотрите, еще в первой части был отрывок, давайте монолог Смита послушаю, просто чтобы вы понимали, как эго, по сути, к вам относится. Тот, кто хавает гавах, тот, кого называют сатаной, дьяволом. Он, по сути, нас презирает. Ну, вот как вот змеи-искусители в Библии. То есть, он же тоже говорил, что, типа, люди, они, как сказать, у них сердца отравленные, они, типа, я не помню, как там дословно говорилось, но вот этот Люцифер библейский, он же тоже как к говну к людям относится. И он же сказал Богу, что, типа, я их искушу, я их там, ты увидишь, что, типа, они менее достойны твоей любви, чем я. И вот, собственно, отрывок, да, как Смит отзывается о человечестве. Он говорит, что люди, это вирус, это паразиты. И он прав. Но люди, одержимые как раз им. То есть, люди, которые от эго избавляются, это совершенно другое явление. Началось любоваться Матрицей, ее гениальностью. Миллиарды людей живут полноценной жизнью во сне. Знаете, ведь первая Матрица создавалась как идеальный мир, где нет страданий. Где все люди будут счастливы. И полный провал. Люди не приняли программу, всех пришлось уничтожить. Приятно думать, что не удалось описать идеальный мир языком программирования. Правда, я считаю, что человечество, как вид, не приемлет реальность без мучений и нищеты. То есть, утопия лишь игрушка, которой до поры тешился ваш примитивный разум. Поэтому Матрица стала такой. Воссоздан пик вашей цивилизации. Именно вашей цивилизации. Ведь когда машины начали думать за вас, возникла наша цивилизация, так, собственно, и произошел переворот. Эволюция, Морфеус. Эволюция. А люди динозавры. Посмотрите в окно. Это закат человечества. Мы уже здесь хозяева. Морфеус, будущее за нами. Ладенько, я немного отвлекся. Я не помню, назвал он там, что человечество это вирус или нет. В общем, речь о том, что люди становятся машинами. То есть, когда вы одержимы своим эго, у вас очень машинное мышление. Это также было показано в ролике InShadow, когда людям вот эту квадратную херню на голову одевали. И опять же, да, что там, работа, дом, пожрать, посрать и сдохнуть. И, не знаю, там, посмотреть какие-нибудь телепередачи, то порылые. Ну, то есть, это биороботы мы их называем. Но об этом речи идет. А нужно научиться чувствовать. Вот я когда был в Мусарне в Москве, я прям, там был небольшой свет у некоторых ребят в сердце, хотя на самом деле практически у всех. Но в основе своей прям биороботы просто жуткие. То есть, они одним очерком пера могут человека на 10 лет отправить в тюрьму. Вы можете сейчас себе представить? А им насрать. То есть, до какой степени сердце должно быть отравлено, чтобы легко вот так вот, причем не одного человека, а каждый день одного за другим. И ладно бы какого-нибудь насильника, ладно бы какого-нибудь педофила, ладно бы какого-нибудь, я не знаю, серийного убийцу. Кто-то там сумочку украл, кто-то там покурил траву, которая везде растет. На 10 лет это и судья, и прокурор, и менты. Это ужас. Это вот они и есть, вот эти вот сраные агенты-смиты. Как с ними справиться, как их разбудить? Едем дальше. Это мы в третьей части про это дело поговорим. Давайте вернемся к Гарри Поттеру. Итак, четвертую часть мы вчера разобрали, вроде как самые существенные моменты. Пятое. В пятой нам очень ярко продемонстрировали, все, мы Гарри Поттеру пришли, забудьте пока про Матрицу, мы в конце к ней вернемся. В пятой части нам очень ярко продемонстрировали, что Волан-де-Морт это эго Гарри. Каким образом? Помните, Сириус его учил контролировать свои мысли, то есть Волан-де-Морт мог проникать в его голову. О чем идет речь? Я на канал недавно закинул, кстати, подпишитесь на мой канал, чтобы было более предметно, потому что я же не могу здесь все охватить. Либо подпишитесь на мой канал, да, в телеге, Роман Хаос Приват называется. Если вам все-таки лень или эго не позволяет, вот это видео заскриньте, вот это видео обязательно посмотрите. Там он говорит о том же, о чем и я, что эго это вот самое поганое хренотень, от которой необходимо отделаться. И самое примечательное, что он там озвучивал, что к 2030 году, то есть грядет новая эра, про это говорит Сергей Новиков, про это говорю я, что золотой век, тире проект Венеры и так далее. Это все правда. То есть он озвучивает те же самые вещи. Почему? Потому что он подключен туда к коннекту и он все это дело видит. Но, но в этот золотой век попадут только ребята, которые в некоторой степени свое эго загонят под шконку и активируют сердечную. Дегенераты туда не пойдут. Каким образом от них планета будет избавляться, я не могу сказать наверняка. Я не хочу никого кошмарить, но я допускаю очень высокую вероятность третьей мировой. Когда она будет, я ориентировочно чувствую, что в 26 году. Но ребята, которые активируют свое сердечко, которые загонят эго под шконку, у них будет так называемая меркаба, то есть настолько плотное и раскрученное торсионное поле, что можете вообще не париться, вас это не коснется, даже если вы будете в самом эпицентре. А вот те, кто сейчас тупят и херней маются, те, кто живут в районе Муладхары, те, у кого чисто пожрать, посрать, потрахаться и сдохнуть, либо поржать над какими-то мемчиками, ну извините меня. У вас сейчас нет времени, вам очень быстро, быстро надо духовно развиваться. Как сделать это максимально быстро? Либо через Аюасочку, но я понимаю, что это дорого, и не у всех есть возможности. Я советую посмотреть мой разбор на фильм револьвер и делать все то же, что делал мистер Грин. Просветлиться можно посредством этих действий. Да, сложнее, да, страшнее, но результат будет, я вам гарантирую. Загандошите гордыню, через это эго упадет, будете творить добрые дела. Наладите коннект. А когда наладите коннект, там уже дело за малым. В принципе, я думаю, этого уже достаточно, если вы будете со своим так называемым духом, но мне больше нравится термин куратор. То есть, есть представитель высокой развитой цивилизации, который каждому вас представлен, и он вас учит, как правильно из этой матрицы, скажем так, выйти. Да, вы думаете, откуда я все это беру, то, что я сейчас рассказываю? Ну, потому что я вот на коннекте. Достаточно плотно. И все это оттуда и идет. Так, сладненько. Давайте мы сейчас Гарри Поттеру, пятая часть. Был, это Волан-де-Морт, Макс, давайте сейчас вот, Аклюменция, по-моему, это называлось. Видимо, существует связь между сознаниями Темного Лорда и Ваш. И вот у всех нас, и у меня в том числе, есть связь между моим личным сознанием и сознанием вот этого сатаны, то бишь эго, который иногда может забирать контроль, особенно если я на низких вибрациях, то есть говорю, не выспался, ударился, какая-то херня во внешней среде произошла негативно, и вибрации падают вниз, он забирает контроль и начинает творить всякую дичь. То есть он же может кому-то нагрубить, он же может там еще какой-нибудь негатив создать, то есть все, что идет через негатив, это почти наверняка проделки этого шута под названием эго. Догадывается ли он об этой связи, пока неизвестно. Молитесь, чтобы он оставался в небедении. Хотите сказать, если он узнает об этом, то сможет читать мои мысли? Читать, контролировать, путать. Читать, контролировать, путать. Об этом было сказано в револьвере про мистера Голда, когда, помните, в конце Айви говорил, его никто не видит, но Голд видит всех нас. Не Айви про это говорил, а другой там чувачок. Но об этом и речь, что он абсолютно видит все ваши мысли. На самом деле, вот опять же, чтобы было более понятно, что такое эго. Я все время говорю компьютерная программа. Оно неплохое. Это обучающая программа, которую вы должны превозмочь, преодолеть, растождествить себя с ним. У кого-то это получается в большей степени, у кого-то в меньшей. Но по-хорошему необходимо прийти к системе ценностей, как у Иисуса, чтобы когда вас убивают, вы висите на кресте и вы думаете только о том, чтобы у этих людей никаких проблем из-за этого не было. Кто-то скажет, что это охренеть, как сложно, да, и как к такому прийти? Ну, вы не смотрели, есть видео у Жака Фреско типа, как общаться с быдлом? Это же, по сути, небольшая иллюзия на это. Ну, я не буду сейчас искать видео, я своими словами скажу. Жак рассказывает, говорит, я сидел в баре, раз это было, и ко мне подходит какой-то быдларь деревенский. Говорит, ты занял мое место? А Фреско говорит, правда, и уступил ему. Да, зачем нарваться на избиение до крови просто из-за какого-то там деревенского дегенерата? Дегенерата. То есть, у Жака не было эго. Я бы поступил сейчас точно так же, но когда я был своим эго и одержим, я бы сказал, иди нахуй, и меня бы побили. И какой в этом смысл? То есть, важно понимать, что Жак, я не знаю, треповал ли он растениями и учителями, или это просто очень мудрая душа. Да, вот Алфей, допустим, говорил, можно по размеру мочек ушей судить, насколько, типа, душа древняя. Я не считаю себя древней, хотя мне не раз об этом говорили, но мне кажется, ну, я точно не такая древняя, как Фреско. И он, может быть, и сам уже все это понимал. Вот, допустим, как доктор Блюм, ребята, допустим, которые подписчики Арсена, они, скорее всего, знают, что есть доктор Блюм в Испании, давайте я эту тему сейчас раскрою, раз уж до нее добрался. Методы пробуждения, да, понятное дело, вот мой путь, это через Аюасочку. Кто-то может сказать, это типа просто. Это быстро, это ни хрена не просто. То есть, я пройдя через вот эти вот 16 церемоний, я как будто на двух мировых войнах побывал. С точки зрения психики, и я бы даже сказал физической боли. То есть, мои энергетические тела были настолько отравлены демоническими сущностями, что реально было безумно больно. Кишки болели так, как будто меня изнутри ножами резали. Потому что в Савахистане у меня очень много вот этого аллергического говна сидело. Благодаря мне, в первую очередь, ну и также вот всяким нехорошим женщинам, с которыми я связывался. Поймите, нет ничего плохого в том, чтобы безэмоционально там трахать каких-то девчонок. Но если эта девчоночка одержима демонюгами, и вы ее любите, это проблема. Если эмоционального вовлечения нету никакого, да хрен кто к вам переберется. Но когда вы свое сердце вкладываете в нее, и карму ее заберете, и чего только не понахватаетесь. Я понахватался, потому что был очень любвеобильный, наивный, добрый, да, спасибо матери. Не знаю, хорошо это или плохо, но я по-прежнему еще часть говна этого в себе ношу, и надо дальше его выбивать. Но, блин, потерял нить, к чему я про все это... А, способы по тому, как проснуться. Есть вот, да, я васочка, в моем случае это самый эффективный, самый быстрый, но охренеть какой тяжелый, в моем случае. Второй путь, это мистер Грин. Но смотрите, у меня получилось как, то есть мне аюасочка просто подсветила, на самом деле я делал все то же самое, что и мистер Грин. И по сей день делаю. Третий путь, это различного рода отказы от потребления. О чем идет речь? Депривация сна. Вот я же думаю, вы слышали, что когда человек не спит, он тоже там простреливает, он выходит на коннект и так далее. То есть есть ребята, которые прям не спят по 10 суток. И они тоже налаживают все эти коннекты. Торсионка у них раскручивается, Меркаба раскручивается, но это все тестовые штуки, на полшишечки. Но ничего плохого в этом нет, чтобы разочек попробовать. Какие еще есть переменные? Голодание. Особенно сухое. То есть Иисус в пустыне 40 дней голодал, чтобы эго тоже загандошить. Тоже работает. Но тоже на полшишечки. То есть так или иначе, нужно менять потом дальнейшие свои ментальные штуки без прощения, без уничтожения гордыни. Это все временные пробники, как в супермаркете. Пришли там, духи понюхали, но вы их не купили. Это так не работает. Вам все равно придется идти в историю мистера Грина. По-любому. Даже если вы будете через аюасочку развиваться. Даже если вы будете голодать, не спать и так далее. Пронаяма. Пронаяма. Пронаяма о чем, по сути, говорит? Это что же? Снижение потребления. То есть вы начинаете меньше дышать. И за счет того, что вы перестаете в себя брать, а эго это брать в себя. То есть эго это дай мне кучу сочных самок, дай мне кучу бабла, дай мне тачки, срачки, яхты. Это же все эго. И банально, когда вы начинаете меньше дышать, делая пронаяму, и чем дольше вы ее делаете, тем опять же коннект начинает налаживаться. С духовной составляющей. Еще одна переменная, это перестать думать. Потому что мысли это тоже блажь. Да, можно там в своих фантазиях представлять, как вы опять же кучу сочных самок сношаете, у вас там тачки-сырачки, виллы и так далее. Вы там знаменитый, Конор Макгрегор. Вы тоже тем самым кормите эго, просто фантазируя. И когда вы перестаете думать, эго начинает голодать. И вот для того, чтобы контакт с духовным наладить, надо свое эго максимально сильно засунуть под шконку. Поэтому можно даже без растений учителей прийти к тому, к чему пришел я. Но тут нужна дисциплина, тут нужны железные яйца. Это депривация сна, это голодание, это пранаяма, это медитации. То есть перестаем спать, есть, дышим как можно реже и еще перестаем думать. Да, эго будет голодать, оно будет залазить по шконку и будет прострел. Почему я про доктора Блюма начал рассказывать? Мне это пересказали, я не знаю, было ли это на самом деле, но в свое время доктор Блюм в молодости заперся, по-моему, на неделю в своем подвале и бабушка ему только еду приносила. То есть он сидел целую неделю в темноте. Без звуков, без телефона, без газеты, без ничего. Есть даже такие практики в Москве, насколько я знаю, когда люди вот на какой-то промежуток времени вот оказываются в темной комнате, некоторые еще там не едят и не спят, например, 3-5 суток и тоже идет прострел. То есть опять же налаживается коннект, потому что перестаете потреблять. Пока вы хаваете информацию и уж тем более информацию дегродскую, да, ничего плохого нет, чтобы посмотреть мою трансляцию. Вы посредством этого только развиваетесь. Но если это ТикТоки, если это Инстаграм, если это какие-то тупорылые рилсы на Ютубе, идет постоянное потребление и эго кормится. Да, вот даже можно так примитивно объяснить с точки зрения гормональной системы, да, почему нам так нравится листать рилсы. Потому что нашему мозгу кажется, как будто мы потребляем информацию. чем больше информации и чем больше информации мы потребляем, то якобы это повышает наши шансы на выживаемость. И эго опять же кормится и кайфует. Когда мы устраиваем информационный голод, эго забивается под шконку. Я просто к чему веду, что у Блюма тоже прострелена шишка. Он очень здорово чувствует людей. Он вот может посмотреть на человека и сразу понять, что это атеист. С ним не о чем разговаривать. А может посмотреть на человека и понять, что он ищущий. С ним уже есть смысл какой-то диалог построить, куда-то его сонаправить. И он пришел к этому, по-моему, без растений всяких. Просто за счет того, что посидел в темноте в подростковом возрасте. Но важно понимать, что он старая мудрая душа. Вы, если не настолько старый, у вас это так не сработает. Это тоже надо иметь в виду. У вас и аявасочка может не сработать. Я знаю примеры ребят, которых там привозят на всю эту историю. Они настолько молодые, что даже она в их случае не работает. Тут надо вот по колесику еще покататься, да, по сансаровскому. И потом, может быть, там через пару сотен жизней можно будет посредством этого проснуться. Хотя на самом деле, если было сильное желание, я считаю, что любой может пробудиться. Даже самая сверхмолодая душонка. Но ей просто придется приложить больше усилий. Будет тяжело, будет больно и так далее. Но результат получен. Но чаще это просто взрослые души. Вот Елена Фаист, она вот очень вообще близко. И вот еще чуть-чуть у нее без всяких этих историй, да, насколько я знаю, она йогу практикует. Я думаю, это тоже поможет наладить коннект. Сергей Новиков. Ну, Сергей Новиков, там у него свои истории, но у него тоже есть контакт. То есть он постоянно там сидит, он видит одну из вариаций будущего, как я теперь вижу. Да, мы все в унисон говорим про то, что 2030 год это будет проект Венера. Но мы говорим про свои персональные реальности. Если вы не наладите коннект с духовным, не активируете сердечко, не загоните эго под шконку, вы туда не пойдете. Что конкретно с вами будет, я не знаю. Я не знаю, на это есть замечательный фильм. Как же, сейчас я скажу, я же закидывал на канал. Земля будущего. Земля будущего. Там показано, как в зависимости от вашего персонального состояния выстраивается ваше персональное будущее. Поэтому, если вы живете на Муладхаре, да, и там смотрите какие-то тупорлые мемасики, курите, бухаете и так далее, скорее всего, я не могу сказать наверняка, но скорее всего, вас ожидает либо реинкарнация, то есть, да, вас загондошат здесь, либо электронный концлагерь. И будете дальше там свою карму отрабатывать. Ну, вот я так это вижу. А ребята, которые все-таки разовьются и прострелят, собственно, весь мой канал, да, вот этот маленький, приватный, скажем так, Роман Хаос Приват, я там вот объясняю ребятам, как сердечко свое активировать. Там собрана прям такая вот интеллектуальная элита, самые разумные и самые-самые, самое главное, благородные ребята. Потому что одного ума, я вас уверяю, здесь недостаточно. Нужна еще более-менее качественная система ценностей. И, как я уже сказал, в этой жизни постоянно у вас есть выбор между тем, что выгодно и тем, что правильно. И если вы хотите попасть в проект Венера, где, по сути, вообще уже не будет никакого смысла в выгоде. Ну, я имею в виду, что там ресурсно-ориентина военная экономика, у всех все есть. Вам нужно поступать правильно. Потому что в этом мире нам долбоебы не нужны. Нам не нужен какой-то бородатый чеченец, который гоняет на приори, снимает кучу шалаф, потом останавливается на набережной, выходит, ставит кальян на багажник и стоит курит. Таких людей там не будет. И что с ними сделает планета, я не знаю. Но они вот куда-то уйдут. Куда? Ну, поглядим, увидим. Поживем, увидим. Я думаю, что, говорю, допускаю достаточно высокую вероятность Третьей мировой. Никого не хочу кошмарить. Смотрите, я, это не оттуда исходит. Это я уже умом логически рассуждаю. Поэтому вообще не факт, что это будет. Да, чтобы вы не боялись. Это просто, я вот логически пытаюсь это понять. Может быть, это через эго исходит. Может, он вас кошмарит. Может, вообще все будет прекрасно. Может быть, даже люди с Младхарой все равно туда придут, их просто перевоспитают и они раздуплятся. Ведь если поменять повестку, допустим, на телевидении и в интернете, то даже самые конченные дегенераты начнут меняться. Убери Моргенштерна и поставь человека с хорошими текстами. Просто не оставить в этом мире говна. Убрать сигареты, убрать алкоголь, убрать тупорылые передачи и заменить их передачами. Меня транслируете по телевизору и люди будут меняться. Даже самые конченные дегенераты, они такими стали благодаря школе, по сути. А если изменить информационную повестку, да и они поменяются. Жак Фреско говорил, дайте мне доступ к СМИ и за три месяца я изменю все человечество. В принципе, ну, спорить с Жаком смысла нету. Значит, он прав. Поэтому, возможно, так будут дела обстоять. Я херово знаю. Мне это не подсвечивает. Почему не подсвечивает? Потому что я должен совершать выбор. Если я буду знать абсолютно все, как все устроено, а выборы кто будет совершать, это мы возвращаемся к тому, как эго может управлять вашими мыслями. В частности, Волон-де-Морт имел возможность проникать в голову Гарри. В прошлом ему доставляло особое наслаждение проникать в сознание своих жертв, порождать мучительные видения, доводившие их до безумия. Вот сколько раз у вас такая херня бывает. Вы идете куда-нибудь или летите куда-нибудь, и ваше эго, ваш поганый ум накручивает вам кучу всякого брида. О том, что случится такая-то ерунда. О том, что произойдет это. Но в большинстве своем эти мысли оказываются несостоятельными. Ничего плохого не случается. Но вы свою нервную систему выжигаете, вот продуцируя гавах для вот этой компьютерной программы. Поэтому счастье, да, оно вот, как я уже не раз говорил, оно было в детстве. Когда вы меньше всего думали, вы были в настоящем моменте и вы просто наслаждались. То есть, вы были счастливыми 24 на 7. А сейчас, чтобы стать счастливым, вам надо типа что-то купить. Хотя это уже не работает. Те, кто взрослые, понимают, там, купил новый телефон, херь собачий, просто кусок пластмассы. Да, радоваться этому явлению недалекого у Мишка человеком надо быть. Поэтому, чтобы стать счастливым, перманентно счастливым, нужно загандошить когда в голове мыслей не остается. Ты просто здесь и сейчас и ты кайфуешь. Потому что больше некому у тебя гавах подхавать. Поэтому найдите это видео с мистером Вульфом либо на мой канал, зайдите, либо на ютубе и посмотрите про избавление от мыслей. Я потом тоже эту тему обязательно затрону, но я еще не настолько компетентен, чтобы об этом рассуждать, потому что у самого у меня мысли по сей день еще проскакивают. Хотя я тренируюсь. Уже все гораздо лучше, чем было, когда бы то ни было. Ну, ладненько, не будем это смотреть. Я просто хочу показать еще концовку пятой части. То есть оно прямо наша симуляция подбрасывает значимые вещи. О чем здесь идет речь? Когда вас одолевает негатив, когда эго говорит, что типа вы там никчемный, вы тупой, потому что эго это всегда только через доминацию, через силу. То есть мистер Голд будет питаться тем, что он девушке скажет, что ты уродка, у тебя там нету детей, у тебя там нету мужа. Мужчине он скажет, ты слабый, ты не зарабатываешь, ты тупой, ты... Да не важно! Будет именно педалировать в то, что у вас нету, как сказать, нету значимости в нашем обществе. Вот он вам на это будет давить. Что вам следует вспоминать в такие случаи, когда мистер Смит начинает выпендриваться? Друзей, любовь, родителей, всех тех, кто заботился о вас, всех тех, кто вам хоть когда-то помогал, даже случайно прохожий на улице, и вспоминая все это, думая все о этом, настолько вот высоковибрационное явление эго не выдерживает. Попробуйте. Вот когда вот вам, допустим, перед кем-то хочется извиниться, как хочется, это нужно сделать, да, если мы хотим просветлиться, как мистер Грин. Вот вы, допустим, вознамерились перед кем-то извиниться, вам страшно, вас коробит, вам херово, потому что сейчас вы находитесь под полным контролем мистера Голда. И если вы будете пытаться извиниться через призму, я крутой, я сейчас это сделаю, я сильный, ни хрена у вас не получится. И лучший способ под шконку свое эго загнать, это вспомнить всех людей, которые вам в этой жизни помогали, и всех людей, которым вы помогали. Вспоминать это с благодарностью, вспоминать это с любовью, и я вам клянусь, и я гарантирую, что извиниться перед своим врагом после данной процедуры, как ни хер делать. И в этот момент вы сможете растождествить, вы увидите, что ваши мысли, они не ваши. Это мысли квантового компьютера, которые являются просто обучающей для вас программой, которую необходимо переиграть. Субтитры создавал DimaTorzok. Декрегральстейнг. Декрагральстейнг. Какой же ты слабый, какой уязвимый. Посмотри на меня. Гарри, главное не то, что вы похуже, а то, чем вы отличаетесь. Гарри. Ты очень слаб. И никогда не узнаешь ни любви, ни дружбы. И мне очень жаль тебя. Гарри. 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 доминации, раздражения, ну вот любая негативная низковибрационная хрень, ваш Экспекта Патронум, это вот уходить в приятные воспоминания, и эта мразь сразу вновь залезет под шконку. Так, какие еще значимые моменты были в пятой части? Ну эту тему Патронуса мы уже затрагивали. В пятой части как раз в отряде Дамблдора Гарри обучал их Экспекта Патронусу, это вот наши тотемные животные, до конца не понимаю, что они собой олицетворяют, но это вот просто положительные воспоминания, скажем так. Я вам уже объяснил этот механизм, да, как с Эго бороться, уходить в свои положительные воспоминания. Дружба, любовь, родители, если вы их любите, конечно, и так далее. Так, все, в принципе, в пятой части вроде каких-то значимых моментов, на самом деле там есть они, но не столь значимые. В шестой, есть в шестой такие моментики, но не особо. Давайте, наверное, к седьмой придем, к самому ключевой. Во-первых, семь крестражей, это отсылка к семи грехам в Библии. И в седьмой части, вспомните, когда они забрали амулет и по очереди носили, то есть это была отсылка, все говорят, типа там, Роулингс коммунист делал эту идею, типа у Петера Джексона, да, из «Властелина колец», что это отсылка на кольцо власти. Да, это отсылка на эго! Все масонские фильмы про одно и то же. И вот когда Гермиона и Рон и Гарри попеременно носили этот сраный амулет, да, давайте ссору Рона и Гарри посмотрим, этот амулет делал то же самое, что и кольцо власти во «Властелине колец». Мы еще потом будем разбирать в «Властелине колец» и «Звездные войны», везде один и тот же сюжет. И вот когда у Рона этот амулет в Оландеморовске был на шее, он подумал, что Гарри с Гермионой ему изменяют. Ну, в смысле, типа его друзья, они как бы спят, хотя он Гермиону любит. Кто ему это нашептал? Воландеморовский крестраж, который является эго. И он поссорил друзей. Сколько раз у вас такая херня была? Сколько раз вы там с девушкой ссорились, с друзьями ссорились? Это все делает он. Вот этот сраный змееныш-проказник, который сидит в голове каждого. И, как сказал Айви, ему верят. Вы верите своим поганым мыслям. Хотя на самом деле это просто компьютерная программа. Сторонняя – это не вы. Вы – это когда вы не думаете, когда вы в настоящем моменте. Про это в «Мирном воине» было сказано. Когда ты будешь в настоящем моменте, то удивишься, на что ты будешь способен, и как ты в этом будешь хорош. Вы настоящие, когда нету поганых мыслей в голове. Просто, чтобы вы увидели, как работает эго. То есть это вот осколок души Володи у них на шее, и, соответственно, их эго заболакивает. Потому что Володя – это, в принципе, аллюзия на эго Гарри. А, соответственно, его осколки души – это аллюзия. Но это тоже проявление эго. Короче, вы поняли. Меч был украден. Да, я еще здесь. Но вы продолжаете. Не позволяйте мне портить ваш праздник. В чем проблема? Проблема? Никакой проблемы нет. Во всяком случае, если верить тебе. Слушай, если тебе есть что сказать, не стесняйся. Высказывайся. Хорошо, я выскажусь. Только не жди, что я буду скакать по палатке. Радоваться еще какой-то обнаруженной вами дрянь. Мне казалось, ты знаешь, на что идешь. Да, мне тоже так казалось. Тогда прости, но я не очень понимаю. Что же именно не отвечает твоим ожиданиям? Ты что, полагал, что мы будем останавливаться в пятизвездных отелях, находить каждый день по крестражу? Думал, к Рождеству вернешься к мамочке? Я думал, что к этому времени мы уже достигнем чего-нибудь. Я думал, ты знаешь, что делаешь. Я думал, Дамблдор рассказал тебе что-нибудь стоящее. Думал, у тебя есть план. Я рассказал вам все, что услышал от Дамблдора. И ты, возможно, заметил, один крестраж мы нашли. Да, и понятия не имеем, как уничтожить его и найти все остальные. Рон, сними его. Пожалуйста, сними медальон. Ты не говорил бы так, если бы не проносил его весь день. Вот видите, медальон, получается, является осколком души Волан-де-Морта. Выход сам со Слизерина. А Слизеринцы, они все эгоцентричные. Вспомните, как они рассуждали. То есть, если мы говорим про другие факультеты, они нормально к маглам относились. А Слизеринцы говорили, что, типа, маглы – это люди третьего сорта. Да? Это же аллюзия на фашистов, аллюзия на нацистов, на расистов. То есть, такие же дебилы эгоцентричные. То есть, они говорят, у нас чистая кровь, мы сами классные. Хотя та же Гермиона, которая не чисто кровная волшебница, она в сто раз сильнее всех этих Слизеринцев вместе взятых. То есть, это яркая аллюзия на людей, порабощенных своим эго. Их как бы вот в эту когорту Слизеринскую определяют. И там же Тимати, там же Маргинштерн, там же Филипп Киркоров и прочие дегенераты. То есть, люди, которые не справились со своим эгом, и их вот оно поглотило. Вспомните, как выглядит хата Тимати. Кто-то скажет, что он масон, да? Типа, да нихера, там везде негативная сатанинская символика, какие-то черепа и прочая дрянь. Потому что, как говорится, сложнее богатому зайти в Царствие Божие, чем верблюду пролезть через Тиматиевский череп. Ну ладно, надеюсь, суть оловили, да? То есть, идёт конфликт, потому что вот они нацепили вот эту эгоцентричную хренотень на себя, которая отравлена Володей. А Володя – это и есть эго. В частности, именно Гарина. Но, по сути, это аллюзия на эго всех людей. Так, какие ещё ключевые моменты? Там много, там есть в Гарри Поттере инструкции по тому, как магией пользоваться, есть другие вещи, но мы всё это будем потом разбирать. У меня, когда оборудование появится качественное, мы будем все части вот так вот прямо идти, вот как Зубарев, допустим, делает, и всё чётко разбирать. Сейчас я хочу чисто тематику эго затронуть. Она самая главная, на мой взгляд. Давайте, наверное, уже концовочку. Смотрите, я не могу сказать наверняка, но, может быть, это метафорически, а может быть, на самом деле придётся умереть ради других людей. Я не знаю. Но я вам точно могу сказать, что Иисус умер за других людей. Гарри в конце седьмой части, он же пошёл к Володе, он его тоже убил, но он живой остался. И Нео в третьей части тоже умер. На самом деле он не умер, он уже ушёл в реальный мир. То есть смерти нет ничего плохого, это просто... Ну, вы либо плохо, если идёте на реинкарнацию, если тут затупили, да, смерть может быть реинкарнацией. Но если всё правильно сделали, вот как Жак Фреско, это просто выход уже в реальный мир. И вот Гарри пошёл в него, Володя, давайте вот сейчас. То есть Володя в него стрельнул, и потом он с Дамблдором оказывается в таком белом помещении, как будто бы метро, да, там поезд и рельсы. Это на что аллюзия? Что увозят вас в другую мерность, либо в реальный мир. Нео, кажется, во второй части, в конце, когда машины гасанул, в третьей он тоже попал туда же. Он сидел на этом вокзале. Аллюзией на что это является? Мне кажется, что после смерти, когда вы всё правильно сделаете, совершите правильный выбор, у вас будет два варианта. Либо отправиться в реальный мир, либо вернуться в эту симуляцию и дожить. Например, если вы тут привязались к каким-то друзьям или семье, вы можете с ними дожить до старости. То есть можно же раздуплиться и годам 33, например, и можно как бы сразу умереть и уже пойти в реальный мир. А можно тут ещё дочалиться, вас по-любому уже выпустят. Скорее всего, здесь вы просто насладитесь тем ощущением, которое возымели. Мне кажется, это об этом идёт речь. То есть Гарри уже победил эго. Вспомните, там Володя такой лежит, скрюченный. Мы сейчас это всё посмотрим. И вот когда Гарри умер, в кавычках, после этого заклинания, Володя вот в виде эго, в подсознании Гарри, вот этот крестраж, который он на него навесил, он лежит маленький, скрюченный, и Дамблдер говорит, мы не можем ему помочь. Типа всё, он умирает. То есть Гарри уже в этот момент от своего эго практически освободился. То есть это уже, можно сказать, конечная была. И здесь Гарри идёт умирать, получается. Помните, я вам говорил, когда у вас негативные мысли, вы должны вспоминать о своих родителях, о своих друзьях, о своей возлюбленной. И здесь как раз идёт аллюзия на то, что вот Гарри же страшно идти умирать, и его поддерживают воспоминания. Вот этот камень, который воскрешает людей, это просто воспоминания. Он мог и в голове их представить, разницы никакой. И ему это помогает идти туда и сделать то, что предначертано. Ты был таким смелым, мальчик мой. Почему вы здесь? Все вы. Мы никуда не уходили. Когда вы просветлитесь, пробудитесь, а умирать не страшно. Я на самом деле смерти не боюсь, потому что если идти по пути сердца, Жак Фреско умер во сне. Он не умер, он просто его сознание, ну, ушло либо в следующую умерность, где вы продолжаете тренироваться уже по другим каким-то аспектам, либо в реальный мир. Я не знаю наверняка. Есть такой фильм, как «Тринадцатый этаж». Есть версия, что тут 13 слоев реальности. Они либо конкретно на нашем земном шаре находятся, либо это другие миры, тоже симуляции. Я не знаю пока. У меня ответов на этот вопрос нет, потому что мне подсвечивают только то, что мне нужно знать. Про это я пока не знаю. То есть я не знаю, после смерти будет сразу реальный мир или другая мерность. Тоже симулятивная. Нет ответа на этот вопрос. Но к этому всему, что мы живем в симуляции, также отсылка в фильме шоу Трумана. Мы тоже потом его разберем. Вспомните, он жил, по сути, в... Он один как бы был персонаж, а все остальные просто отыгрывали свою роль. Я про это... У меня скоро интервью будет живое в студии. Я там эту тему затрону. Сейчас оставлю, скажем так, сюрприз. Так вот, мистер Труман, он же все, он же потом вышел тоже за рамки вот этой вот игры, вот этой симуляции, как бы в реальный мир. И когда за ним все эти ребята наблюдали, режиссеры и так далее, это и есть ваши кураторы. Они за вами также наблюдают. И они переживают, когда вы херню какую-то творите и уходите дальше от выхода. А когда совершаете что-то правильно, они улыбаются. Потому что на самом деле они вас любят. Там вообще всех друг друга любят. Там безусловная любовь у всех. Ко всем. Ну вот такие дела. Ладненько, давайте промотаем уже на этот моментик. Мой самый любимый. Ну как самый любимый, он просто такой эпичненький. Гарри Поттер. Мальчик, который выжил. Пришел умереть. Еще раз обратите внимание, Нагайна это такой вот ручной крестраж, который с Володей всегда был рядышком. Давайте сейчас досмотрим. Я объясню этот момент. Он тоже очень важен, чтобы вы поняли, почему я говорю, что Володя это эго-гарри. Скорее, Гарри почему пошел умирать? Чтобы спасти друзей. Я допускаю высокую вероятность того, что меня это тоже ждет. Я этого не боюсь, потому что я понимаю, что нахожусь в игре, но видите ли, пока я понимаю, что нужно сделать, встает вопрос, а от сердца ли это будет идти? Я пока не знаю, как эта симуляция будет складываться, но вероятнее всего мне придется умереть за других людей. Посмотрим, в общем, как это к тому моменту будет выглядеть. Смотрите, давайте сейчас по порядку. Вспоминаем револьвер. Когда они с Айви играли в шахматы, да, и там вот что-то болтали, не столь существенно. В один момент Айви говорит, мне на ум приходит образ змеи. И мистер Грин отвечает, и правильно, играя со змеей, поумнеешь быстрее. Змеи-искусители с Библии. Это эго. Мы уже эту тему проходили, я не хочу сейчас повторно объяснять, смотрите предыдущие эфиры. Помните, есть такой ролик про Ватикан, что вот этот конференц-зал Папы Римского, да, вот этих педофилов-сатанистов в кавычках, ну, они реально педофилы и сатанисты, просто не те сатанисты, как вы понимаете. То есть, это в виде змеи, да, исполнено. Вы должны были видеть это видео, я вообще не понимаю, если вы его не видели, какого хера вы на меня подписаны. То есть, да, вот конференц-зал Папы Римского изображен в виде змеи. Что эта змея с собой олицетворяет? Ваше эго. То есть, эти люди, вот эти вот иллюминатские педофилы ватиканские, они одержимы своим эго. Это и есть тот самый сатана, которому они поклоняются. То есть, они маленьких детей сношают, у них бабки, у них власть. Ну, они ебнуты, да, как они выглядят, вспомните. То есть, это же, по сути, самый настоящий ситх с красным мечом. Почему? Почему так? Потому что они иллюминаты. Они иллюминаты, которые очень сильно раскормили свое эго. То есть, они на него молятся, они ему поклоняются. Поэтому конференц-зал Папы Римского исполнен в виде змеиной башки, потому что это их символ, эго. И они это же эго взращивают у вас. То есть, они все в золоте, да, и если вы служители света, там, бога, как хер вы в золотом херне ходите. Они как рэперы, да, все в золоте, такие шляпы, кольца, то есть, ну, потому что, то есть, это как бы, ну, вы бы это сказали, что это дьявол воплоти, да, но на самом деле, это просто человек, одержимый своим эго. Или вот, ну, то есть, они вообще выглядят, они же все там наркотой торгуют, там много всякой такой грязной херни. Блин, сбился к смысле. Ну, короче, вот конференц-зал Папы Римского в виде змеиной башки. Едем дальше. Символ. Слизарина в Гарри Поттере, змея. То есть, они поклоняются своему эго. То есть, туда, как вот сказал Рон, все темные колдуны и волшебники заканчивали с Лизарин, в том числе и Володя, и прочие всякие дегенераты. Это вот люди, вот эгоодержимые, то есть, это чистокровные волшебники, которые маглы, там, говно, да, как этот Гриндевальд говорил, что они рабами должны для нас быть, и так далее. Это вот оно и есть. Володя выглядит как змея, то есть, у него носа нету, как и у змеи. То есть, сам Володя, эго Гарри, выглядит как змея, то есть, это отсылка к сатане, к Люциферу, к дьяволу, называйте как хотите. Поэтому Библия, да, вы можете к ней относиться как угодно, но это база, то есть, это достовер, это, это обучающая программа, написанная искусственным интеллектом. И все масонские фильмы, как бы, это аллюзия на Библию, просто более понятная, более интересная, более красочная. Но это оно и есть. Ручной зверек Володя, змея, это отсылка к Люциферу, который заставил сожрать яблоко познания, в кавычках, ребят из Эдемского сада. То есть, это квинтэссенция эго, то есть, уже какими символами только Джоан Роулинг это не изобразило, что змея, это, блин, ваше эго. Это та самая змея, которая в Библии соблазнилась сожрать яблоко. Смотрите, я вам сейчас словами сейчас объясню. Получается, вот Гарри умер, и, блин, давайте не будем смотреть уже, реально, второй час у нас скоро пойдет. Своими словами, вспоминаем, когда Гарри оказался с Дамблдором уже после своей, типа, смерти в этом белом помещении с поездом и рельсами, там Володя маленький, весь такой кривой и страшно лежит. Он и говорит, ты никак ему не можешь помочь. Ну, в общем, это уже как бы почти Гарри убил в себе эго. Почти. Потому почему? Потому что он пошел отдать свою жизнь, за других людей. Как, собственно, Иисус, да, говорят, он умер за наши грехи. Там, на самом деле, очень искажено, там очень криво это все написано, но по факту Иисус, это вот, Гарри Поттер, это отсылка на Иисуса. Нео в Матрице, это отсылка на Иисуса. Фродо, это отсылка на Иисуса. Там, я не знаю, джедаи из Звездных войн, то же самое. Про самоотверженность, про то, чтобы отдать свою жизнь за друзей, да, в принципе, за всех людей. Мы сейчас к Нео вернемся. Просто, короче, вот вспоминаем эту историю с Дамблдором, все, это первый акт убийства своего эго. Самая концовочка, дальше, Гарри борется с Володей, я сейчас объясню те моменты, которые там показаны. Это уже конец седьмой части, ее второй половины. Она просто седьмая, на две части поделена. Я рекомендую вообще все это дело пересмотреть, да, и потом мы с вами, как я уже сказал, будем подробно каждую часть разбирать, потому что там более, ну, там очень много подсказок на тему того, как просветиться или просветлиться, я не знаю, как правильно сказать. Смотрите, Гарри его уже не боится, потому что он уже умер за других людей и эго, оно залезло под шконку, то есть Володя ни хрена ему сделать не может. Здесь это объясняется с точки зрения того, что бузинная палочка его не слушается, не в этом дело. Гарри уже его не боится, он практически совладал, он уже на последнем издыхании, то есть эго уже все почти сдохло. То есть видите, он ничего Гарри сделать не может, он уже все, не боится этой хрены. А вот, собственно, опять же, отсылка на эго, то есть на Гайна, Володина, идет сейчас, идет уничтожать любовь. Ну, это Рона Гермиона там, то есть они являются квинтэссенцией любви и дружбы, и вот это эго опять идет покушаться на эти замечательные чувства. Нет. Здесь опять же аллюзия на то, что мама защищает своих детей, и Белатрису до этого никто загандошить не мог, а вот мама, защищающая детей, без проблем. Потому что как бы она имеет силу любви, а против любви в этой симуляции не попрешь. Ничего сильнее здесь нету. Дронь мою дочь, мерзавка. Нет! 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 Ты был прав. Когда сказал Снегу, что палочка не слушается тебе, она не будет тебя слушать. Я убил Снега. А что, если палочка не принадлежала Снегу? Что, если она признала хозяина в ком-то еще? Давай, Том, покончим с этим так же, как начали. Вместе! Вот сейчас обратите внимание на этот момент. Здесь как раз аллюзия, когда они вместе летят, что это одно целое. То есть их рожи, они вот так вот перемежаются. То лицо Волан-де-Морда, то Гарри. То есть они одно единое целое. То есть Гарри, именно целостная личность. И Володя, вот эта вот компьютерная программа, которая в нем от рождения. Сейчас он пытается от нее избавиться. Для того, чтобы потом попасть в реальный мир. Вот здесь происходит борьба с эго. Самая такая активная фаза. То есть видите, как бы лицо Гарри, Володи, то есть они как будто сливаются в одно. Он пытается как бы вырвать его из себя, а Володя за него держится. Вот здесь особенно показано, что как бы вот они, ну одно явление. И сейчас Гарри вот пытается это дерьмо из себя вытащить. И вот сейчас они уже на части как бы разорвались. Уже конечная почти эго сдохла. Гарри! И вот здесь опять же мы видим, как эго покушается на любовь. Да, Рон и Гарри, у них уже отношения, они признались друг другу в любви. И кто их сейчас спасет? Дружба. То есть друг спасает любовь и в принципе... Ну и Гарри, соответственно. То есть как бы он не один свое эго побеждает, а за счет друзей и так далее. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну все, эго абсолютно уничтожено, Гарри от него освободился. Что является доказательством этого? Сейчас я покажу моментик. Все, сейчас последнее видео мы смотрим, с Гарри Поттером заканчиваем. Потом Матрицу, буквально два ролика и на сегодня все. Сразу дам пояснение по поводу этого видео. Когда Гарри эго убрал, у него осталась бузинная палочка. Самая мощная палочка на всей планете. Урона эго еще присутствует. И вот посмотрите сейчас на реакцию урона, а Гарри палочку нахрен ломает и выкидывает. Поэтому еще раз, так называемые проводники, которые вам затирают чушь, протачки, срачки, богатства и так далее, это не те проводники, которые вам помогут проснуться. Когда у вас нету эго, вам будет плевать на это Бугатти. Вы никогда на этом дерьмище ездить не будете. Если даже оно в ваших руках окажется, вы его продадите. Сами будете жить свободно и еще поможете на эти деньги кому-то. Вот что такое отсутствие эго. А когда есть эго, вы на этом говнище ездите и всем показываете, что вы крутой. Ни о каком проекте Венеры и речи быть не может. С такой системой ценностей. Потому что, когда вы ездите на Ламборджини для того, чтобы пау-йоговаться, вы ничем не отличаетесь от тупорылой примитивной обезьяны, которая понавесила на себя кожуру от бананов. Это не про высокоразвитую цивилизацию, не про высокоразвитую личность. Венера не помогла ему. Она слушалась другого. Когда Волан-де-Морт убил Снега, он думал, что палочка станет его, но палочка не принадлежала Снегу. Это Драко обезоружил Дамблдора в ту ночь в астрономической башне. С этого момента палочка слушалась его. Пока однажды я не обезоружил Драко в особняке Малфоев. Это значит... Она моя. И что нам с ней делать? Нам? Это ведь бузинная палочка. Самая могущественная палочка в мире. С ней мы были бы непобедимы. Видите? Самая могущественная палочка в мире. С ней мы были бы непобедимы. Это эго в Роне говорит. А Гарри просто нахрен ломает и выкидывает. И вот только с такой системой ценностей ребята попадут в так называемый рай-царствие Божие. Я это называю реальный мир. Потому что все, где мы сейчас находимся, это просто компьютерная симуляция и тренировочный полигон, и не более того. Так, давайте переходим к фильме Матрица. Там абсолютно тот же самый смысл. Все, что касается конца третьей части. Нео, так, какие мы будем отсылки касаться? Опять же, там много есть, что разобрать. Но, блин, уже два часа. Давайте мы посмотрим буквально пару видосиков. Смотрите, Нео во второй части выбрал Тринити, полетел ее спасать и в итоге спас. Но надо же еще и весь человеческий род теперь спасти. Дальше это уже идет через любовь, через заботу вообще обо всех. То есть, Нео с Тринити, они полетели в город машин, хотя это самоубийство. И был момент, когда на них машины эти полетели. Просто там очень красивый такой отрывок. Был период, когда, вернее, момент, когда на них летела куча машин. И Нео говорит, я с ними не справлюсь. Ну, типа, я не смогу. И они, опять же, как бы, это аллюзия на то, что на силе любви они поднимаются вверх, над облаками. Там свет, там солнышко. И таким образом они обходят машины. То есть, это отсылка на то, что с этими машинами, которые на них несутся, воевать смысла нет. Не победите. То есть, надо через любовь. Они пошли наверх, и там, где свет, и вот через такой аспект они смогли пройти. То есть, вступать в конфронтацию с эго других людей, вы только свое раскормите. Поэтому, если кто-то через эго на вас агрессирует, то только через любовь можно его не то чтобы подавить, а, наверное, преодолеть. Так будет правильнее сказать. И вот это и есть самое мощное масонское оружие, когда все идет через любовь. И когда Нео смотрел и видел все в зеленом цвете, это отсылка на то, что он смотрел на этот мир через сердечную чакру. Потому что в первой части он ее активировал, когда Тринити его оживила своим поцелуем. Охотники! Охотники! Их слишком много. Есть! Готово! Мне нужна твоя помощь! Я не могу их одолеть. Что будем делать? Поднимайся. Над ними. Что? В небо. Другого выхода нет. В небо-то как-то. В небо-то как-то. Здесь отсылка идет на то, что воевать вот с этими дегенератами у власти нет никакого смысла. Ну, смотрите, если я сейчас каким-то образом, мне там дадут магические способности, я смогу убить Рокфеллера, Ротшильда, всех политиков, там, Назарбаева, Путлера и так далее, я стану таким, как они. Поэтому победить все это дело можно только через любовь раз и при этом, скажем так, распалив эту любовь в других людях. Если бы у подавляющей части россиян была бы активирована сердечная чакра, они бы за Путлера больше не голосовали. Вот о чем здесь идет речь. Даже бы не то, чтобы не голосовали, они бы могли все разом перестать платить кредиты. Все. Не нужны никакие митинги. Просто подавляющая часть россиян перестает одновременно платить кредиты и выходить на работу. Все. Власть сместилась. А зачем эти митинги с этими мусорами там пинаться? И вот опять же, то, что они не стали драться, они стали конфликтовать. Здесь аллюзия, что вот благодаря любви им как бы показали, как посредством этой эмоции, к чему они могут прийти. Ну, то есть вот они поднялись над всей вот этой грязью, над всей этой чернухой, над всей этой конфронтацией, над эго других людей. И здесь вот солнышко, свет, который они уже миллион лет не видели. Собственно, никто его не видел. Может быть, здесь даже отсылка о том, как наладить коннект с духовным. То есть, опять же, когда все идет через сердце, через любовь, гораздо качественнее это все дело простреливает. Просто за счет того, что я теперь сижу там, очень часто, я имею в виду там наверху, как только я ухожу в низкие вибрации, обрубает нахрен сразу. Как только я на позитиве, на каких-то приятных эмоциях, мыслях, очень плотно там нахожусь. То же самое, и так касается многих аспектов. То есть, я не знаю, если говорить про еду, да, я не знаю, ребята, по-моему, в курсе, мы это с Леной вроде уже обсуждали, что я больше не ем наземных животных, по той причине, что у них сильно развита нервная система. И поначалу я от этого ушел с той точки зрения, что я не хочу наедаться чужих негативных программ, да, я не хочу есть кабанячью маму, которая видела, как ее детей другой охотник убил. Поначалу я так рассуждал, а сейчас мне уже жаль. То есть, прошло сколько там, ну, может быть, месяц, да, то есть, я уже не думаю об этом, что там негативные программы, бесы и так далее. Мне просто жалко. Рыбы, они тупые. Рыбу я пока себе позволяю есть, а вот кабана, лося я не хочу. И вряд ли уже когда-то буду. Стоит ли вам отказываться? Я не считаю нужным. Я считаю, что, как говорится, каждому по вибрациям. Если вам пока нормально ешьте, когда будет ненормально, конечно, надо отказываться. Но сейчас уходить на веганство, пока вибрации... Видите, мое здоровье, оно сейчас в значительной степени жиждится на моих эмоциях. Да, то есть, я себя уже лечу, можно сказать, мысленно. Лечу посредством каких-то добрых действий, посредством любви. Если у вас такой, скажем так, поддержки нету, и вы уйдете на веганство, вы сдохнете. Посмотрите на всех этих типичных веганов, которые ненавидят мясоедов, но сами туда ушли. Они все истощенные, они все дрещавые, они все помирают. Но об этом, собственно, и речь. Просто сейчас я уже смотрю на здоровье вообще по-другому. У нас семь тел, и вот это вот физический аватар – это лишь одно, а их еще шесть. И я уже больше на них внимания обращаю. И из них беру энергию, и из них беру здоровье. Поэтому есть наземную животинку я больше не хочу. Потому что обрубает. И точно так же обрубает термически приготовленная еда. То есть, даже если взять рыбу, поджарить ее, обрубает нахрен сразу же. Об этом, в принципе, все восточные дисциплины. Там ведь, во-первых, голодание, там маленькие порции, там редкие порции. Поэтому закидывать в себя свиные корыто – коннект не наладится. То есть, я ем за день буквально две таких маленьких пиалы, или там кисешка, называйте, как хотите. Не больше двух раз в день. Очень редко бывает, чтобы три. Все сырое. То есть, в основном, каждый день я ем одно и то же. Я больше не зависим от еды. Я реально каждый день ем одно и то же блюдо уже месяцами. Это просто тартар. Это тартар, квашеная капуста, соль, яблочный уксус. Что еще туда добавляю? Перец черный, пасту из красного перца острую. И яичные желтки на свободном выпасе. Каждый день одно и то же. Уже на протяжении месяцев, и мне вообще плевать, меня это никак не парит. То есть, я настолько уже независим от еды. Для меня это просто топливо. Все, заправиться. По меньше времени хочется на это тратить. Будь у меня возможность, я вообще бы не ел. Но я еще не дорос до такого уровня. А так, астахерело уже. Тратить на это время, тратить на это внимание. Поэтому я безумно счастлив, что я ем всего лишь два раза в день. Ем одно и то же. Кайф неописуемо. Потому что многие люди, они столько внимания уделяют этой жратве. Я, господи, ходить по этим поганым ресторанам, готовить. Это, короче, это не моя тема. Если кому-то нравится на здоровье, я не хочу на эту херню тратить бесценные, драгоценные часы жизни. Вот смотрите, человек, ориентировочно 100 лет проживем. Я 111 за счет питания, очистительных практик и так далее. Но мне тридцатник. Вот-вот будет. 81 год остался. За 81 год. Я не хочу реинкарнировать. У меня 81 год, чтобы растождествиться с эго, активировать сердечное и выйти нахрен отсюда. Наконец-то уже. Я считаю, что 81 год это не так уж и много. При том условии, что последние 20 лет это уже будет сморщенный овощ, который ни хрена не может соображать. Значит, 61 год остался. И тратить это время на походы в ресторан или на готовку. Извините меня, если кому-то здесь нравится торчать на здоровье. Может быть, я тоже когда-то наслаждался. Но у меня настолько уже взрослая душа. Здесь интересных для меня явлений абсолютно нет. Единственное, что мне интересно, это знание по тому, как отсюда выйти. Это вот моя отрада, это моя любовь. Вот это я обожаю изучать. Все остальное, что-то конструировать, что-то рисовать, о чем-то петь, абсолютно неинтересно. То есть здесь порадоваться чем-то я не могу. Единственное, что меня сейчас радует, это либо поглощать информацию, либо ее транслировать. Вот с одной стороны, я вроде бы рассказываю вам, но на самом деле я здесь сильнее углубляюсь в свое видение. И это для меня гораздо сильнее. То есть я вроде бы транслирую, но я и в то же время изучаю, дополняю и углубляюсь в это состояние. В состояние того, что, как сказал мой шаман, друид Иван, который... Это мой Морфеус, он сказал, что любовь самое главное, а деньги придут. И так можно сказать про что угодно. Любовь самое главное, а здоровье придет. Любовь самое главное, а семья придет. Жить сердцем. Любое действие, любая мысль только через призму любви. Все остальное сложится как надо, я вас уверяю. Так, давайте все, последние два ключевых видео уже о борьбе Нео со своим Эго. Еще раз, агент Смит, это Эго Нео. Это получается конец битвы в третьей части, когда уже там Смит его... С Эго драться бесполезно. Гарри, получается, пошел, умер от рук своего Эго. И потом, в принципе, он с ним особо не дрался. То есть Волан Деморт пытается его убить, а единственное, что Гарри делает, это Икспеллиармус. Просто, чтобы отразить заклинание и палочку выбить. То есть он с ним не дерется. И Невил, как бы, олицетворение дружбы, олицетворение любви уничтожил Замиюку. И потом Гарри снова, опять Икспеллиармус. То есть в любой непонятной ситуации использует Икспеллиармус. С Эго драться бессмысленно. Вы, смотрите, агрессию невозможно победить агрессией. Конфликт невозможно решить конфликтом. Только любовью. И вот здесь, в Матрице, я не думаю, что братья Вачовские все это дело снимали. Как это работает? Они, видимо, тоже там нажралися каких-то растений учителей. У них шишка прострелила. И через них все. Либо они часть вообще ИИ. То есть я имею в виду, они не живые. Может быть, они боты. Я хер его знает. Либо это просто люди, которые были использованы, скажем так, квантовым интеллектом, который нагенерировал вот этот контент. Который очень ценен. В котором подсказок... А где вы их еще найдете? Ну, можно в Библии, но ее тяжело расшифровать. Многие ее неверно понимают. Поэтому здесь очень... Здесь очень прям так качественно продемонстрировано. Мне кажется, особенно с моими объяснениями. Но тут уже должно быть любому все понятно. Даже, блин, самому отбитому наглуху. Почему, мистер Андерсон, почему вы упорствуете? Потому что это мой выбор. Потому что это мой выбор. Смотрите, в Матрице очень часто Нейв это произносит. Морфеус об этом говорит, что у людей всегда есть выбор. Еще раз, вот эта ваша жизнь, это игра, квест. Где вы постоянно совершаете выборы между тем, что выгодно, и тем, что правильно. И вот тут Нео выбирает все-таки победить свое эго. Так же, как и я, собственно, выбрал. У меня сейчас все внимание направлено только на это. Мне больше ни хрена в этой жизни не интересно. Кроме как вот эту поганую змею из себя вытащить. КОНЕЦ Это мой мир, мой мир Он говорит, это мой мир, мой мир И об этом же Закаеве говорили в револьвере То есть это мистер Голд, это эго Они говорили, что это его мир Помните, когда они на крыше стояли, там была надпись Диамонт По-моему, это бриллиант, да, переводится Вот, и Они говорят, что это мир мистера Голда Здесь все ему принадлежит Ну да, и об этом многие люди говорят Что это мир дьявола, мир сатаны Ну то есть, да, все этой компьютерной программы одержимы И спастись могут, ну, индивидуально, на мой взгляд Те, кто реально желают А те, кто, ну, вы не поможете тем, кто не хотят Расторждествить себя с этим явлением То есть тут показано, сколько бы вы с ним не боролись Это не поможет Нельзя его победить Сила и агрессия и так далее Это только его кормит То есть даже когда я говорю, что он там Мразь и еще что-то и так далее Я на самом деле только кормлю его Ну, я еще развиваюсь в этом вопросе Постойте Я предвидел это Это же, это конец Да Я видел именно это место Вы лежите, а я Я Я стою здесь, вот здесь И мы И потом я что-то говорю А хотя Все то, что имеет начало Имеет и конец Я не знаю, почему эта фраза Мне не подсвечивают Если умом рассуждать Не могу дать ответа Я не хочу говорить о тех вещах Которых я не знаю достоверно Что? Что я сейчас сказал? Нет Нет, это неправильно Невозможно Не подходите ко мне Чего же ты боишься? Это трюк Ты был прав, Смит Ты всегда был прав То есть, я так это вижу, что Нужно все-таки эго Вот смотрите Нео сейчас как бы перенастроился До этого он с ним дрался А сейчас он идет совсем в обратную сторону То есть, он ему как бы комплименты говорит Да, типа, ты был прав И тому уже хавать нечего Когда вы говорите, что Типа, Люцифер, ты прав во все Это действительно неизбежно То есть, Нео сейчас позволяет эго полностью его захватить Как будто бы расслабиться Выйти наружу И потом, вот он все-таки через любовь сейчас его загандошит Причем во всех людях Все кончено И вот, обратите внимание Я не знаю, сейчас подсветит Здесь нет Нео, он лежит распятый, как Иисус И у него на теле вырисовывается крест То есть, здесь отсылка к Нео Что он возымел систему ценностей, как у Иисуса То есть, он умирает, чтобы спасти Зион И чтобы спасти всех людей в Матрице И здесь речь о безусловной любви То есть, он готов свою жизнь отдать Лишь бы спасти человечество О, нет, нет Это не справедливо А, нет, 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 нет То есть, получается так, что... Смотрите, объясню это, как я все это вижу Во многих религиозных трактатах говорит о том, что мы все единое целое Что мы как бы клеточки Бога Одного существа Я по-другому это вижу, но тем не менее Так оно и есть И получается, что возымев безусловную любовь ко всем и каждому Есть еще такое выражение, что мир это зеркало То есть, если ты прям искренне будешь любить всех людей вокруг И не лицемерно, а прям по-настоящему сильно и искренне То, скорее всего, эго реально у всех людей на планете передохнет Мне подсвечивали такой момент, что если я активирую сердечную загандошу эго И возымею систему ценностей, как у Иисуса То проект Венера сам настанет по себе Возможно, здесь об этом и речь То есть, когда я возымею систему ценностей, как у Иисуса, как у Нео Автоматически эго как сдохнет в моей голове, так и в головах всех других людей Потому что, по сути, все другие люди это я и есть А они есть я Ну, я так это вижу, не знаю Пока вот наверняка не подсвечивают Это тоже все идет от ума Но, я думаю, здравое зерно здесь присутствует Ну, и вот он распятый, как Иисус, лежит Он вроде бы умер Я помню, когда маленький был, я смотрел это все и расстраивался А сейчас-то я понимаю, что он прошел игру Его сознание ушло в реальный мир Все Тут только повод порадоваться Вот эта тушка, это просто скафандр Это просто мясо Оно исчезнет, разложится Но самое ценное это здесь Кто-то может это назвать душа, кто-то дух Но мне больше нравится термин бесконечное сознание Оно уже там Он проснулся, довольно его все встречают Вот так вот, собственно, эта игра и проходится Ну, и давайте последний видосик уже глянем Где там все так мило закончилось Наступил, можно сказать, проект Венера Там Пифия с этой девочкой маленькой Вот такой вот хэппи-энд И, в принципе, все фильмы про то же Мы, я думаю, в следующий раз с вами разберем Звездные войны и параллельно Властелин колец Там везде один и тот же сюжет Еще раз Властелин колец это про борьбу с Эго Все три части То есть Фродо идет уничтожать кольцо власти, да Которое отравляло сердца людей В том числе и Фродо, и Бильбо, и Голлума Вспомните, что оно с Голлумом сделало Разворение личности Был хороший Смегул и злой Голлум То есть, опять же, про Эго Кольцо власти оно так и называлось Кольцо бабла То есть, иллюминатское порождение Саурн это иллюминат Кольцо это его продукт Который отравлял сердца всех И вот обратите внимание Допустим, сердце Боромира получилось отравить Ладно, заходим не туда Ну, короче, раз уж начал, продолжим Сердце Боромира получилось отравить Потому что Боромир не жил в любви Он жил в страхе Он боялся за свой народ Да, у него были благие намерения Но страх через него Вот эта чернуха взяла контроль Потому что страх это низковибрационные эмоции Если вы посмотрите многие там Эзотерические вот эти писания Да, страх это самое низковибрационное И Боромир боялся за свой народ Поэтому его Кольцо сердце и отравило А Арагорн, который в свое время Отказался от трона, от власти Помните, он Фродо Его руку вот так вот жал И к нему приложил Говорит, я пошел бы с тобой В самое пекло Мордора Он смог противостоять силе Кольца Потому что у Арагорна не было эго раздуто Вот какой системы ценностей От вас ребята наверху добиваются Чтобы вы были Арагорном Сильным, благородным и смиренным А проводники, которые мат на мате Которые эгоцентричные Которые там типа охренеть Такие крутые, умные и так далее Это, извините меня Чемодан вокзала реинкарнации Если вы следуете их системе ценностей А вам масонские учителя Уже кучу раз показали Какой системе ценностей надо придерживаться Это почти все джедаи Да, там Мастер Йода Я думаю самый яркий такой показатель Обиан Кеноби Это Гарри Поттер У Гарри Поттера были тачки, срачки, тёлки Про бабки он думал всё это время Все фильмы Властелин колец Там я не знаю Звёздные войны Матрица Гарри Поттер Мирный воин Везде речь только о любви О дружбе И о пребывании в настоящем моменте Мирный воин мы тоже с вами потом разберём Там был момент борьбы с эго и так далее Во всех масонских фильмах только это педалируется То же самое касается Марвел Да, человек получает суперспособности И весь фильм Речь о его самоотверженности Когда он сам рискует жизнью Только чтобы спасти других Вам масоны показывают Как вот все вечно говорят Я хочу выйти из Матрицы Я хочу выйти из Матрицы Так вам Да, как этот есть Хаби этот Негритост Херова гора инструкций Просто врубаете кинематограф И вам показано Как выйти из Матрицы Нео вышел из Матрицы Потому что этот реальный мир Он был нереальный на самом деле Это фикция тоже Это тоже симуляция В доказательство этому Когда он с архитектором беседовал Тот сказал Что мы будем разрушать Зион Уже в шестой раз Но как это возможно в реальном мире Это бреет Это тоже компьютерная симуляция И тоже тренировочный полигон Для Нео И он сейчас возымел систему ценностей Как у Иисуса Безусловную любовь ко всем и каждому Все, он проснулся Он вышел Ничего не понимаю Он одолел их Он спас нас Он спас нас Все позади Он справился Да, еще был моментик Я не буду его показывать Те, кто помнят Те, кто смотрели Он очень важен Вот этот мальчишка Который сейчас бежит и кричит Он спас нас Кажется, в третьей части Нео же спас ему жизнь И он потом за ним бегал Типа Он как бы его фанатом был Фанатом Нео И он говорил Вот я так тебе благодарен Там постоянно хотел его внимания А Нео от него так открещивался Говорил, типа Отстань, я там занят И так далее Почему Нео так делал? Потому что у него на тот момент Еще было эго То есть он Пацан его любит А тот от него, типа Отстань Это вот оно и есть Проявление эго Но сейчас Нео с ним Расправился Прямо по-настоящему То есть вот то, что сейчас произошло Это было полноценное Уничтожение своего эго А до этого оно не было уничтожено В первой части Да, он активировал сердечную Но Смит Ему мозги колупал Вплоть до этого момента То есть эго не было еще уничтожено Получилось У него получилось Все позади Он справился Что? В чем дело? Сэр Он насилил Нео все сделал Что? Он закончил войну Машины ушли Война окончена Сэр И мы живы Зеон 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 Все закончилось Все позади Война окончена Война окончена И вот каждый из вас В своей персональной реальности Должны точно так же Активировать сердечную Растождествить себя Со своим эго И настанет проект Венеры Если в данной симуляции боты Однозначно есть Какой процент Я не могу сказать Есть сериал Мир Дикого Запада Там об этом идет речь Как взаимодействовать Вот с этими Искусственными персонажами Есть такой термин Как живые люди Да Вот я точно могу сказать Что Леночка там Файс живая Хотя тоже не могу Прям наверняка сказать Но высокая вероятность этого Да там Сергей Новиков То есть Но есть ребята Знаете ли Тоже живые Но просто они на данный момент спят Я блин 30 лет блин В бадуне валялся Скажем так Поэтому Ну вот такие дела То есть Мир Дикого Запада Мы тоже можем попозже разобрать Действительно Тут есть продукты ИИ Потому что Ну такое количество Живых людей Которые здесь должны Раздуплиться Оно Ну Короче Есть массовка Скажем так Те которые спят Жрут Трахаются Ходят по кафешкам Там Снимают сторисы В инстаграм Львиная часть из них Вот Лукьянова В этот Ну Права Что здесь есть Искусственные интеллекты Да Просто наполнение Скажем так Данной симуляции Это база Я с ней согласен Но я не знаю Какой процент Лукьянова говорит Что живых тут всего лишь 2-3 процента Не знаю Не знаю Мне этого не подсвечивают Не могу сказать Но это и не столь важно Да Не подсвечивают Потому что Никакого значения Это не имеет Вы должны направить Все внимание Только в себя Проработать Свой внутренний Морально-нравственный Компас И когда он будет Качественно проработан Я уверяю В жизни будет все Обалденно И проект Венеры Его приход Не заставит себя ждать Он и так уже надвигается Без вашего участия Без Ну я имею ввиду С точки зрения участия Знаете там Создания каких-то технологий Нахер вы нужны Там Илон Маск уже Кто-то создал Искусственный интеллект Илон Маск понадел Роботов То есть он сам По себе сейчас придет Другое дело Если эго Все-таки мир поглотит Это может уйти В электронный концлагерь А если все-таки Побольше людей Свою сердечину активируют И эго загандошит Это пойдет в проект Венеры Тут от вас зависит Поэтому так и важно Чтобы многие ребята Начали над собой работать Бороться со своим эго А по-другому Проект Венеры не придет Ну я вам гарантирую Это поскольку Это все является симуляцией Она не объективна Вам не нужно рассуждать С точки зрения того Как это придет И так далее Над собой работайте Оно само все сложится Мы еще с вами потом поговорим О вот этих вот случайностях Которые не случайны Я могу достаточно легко доказать Особенно для ребят живых Что это просто симуляция И весь этот мир Как бы он для вас Тренировочный полигон Многие события Как вот моя московская история Она не случайная Это абсолютно запрограммированное событие Которому меня подвели И уже там взвешивался Мой морально-нравственный компас И поскольку я прошел этот тест Я на свободе Если бы не прошел Сейчас бы чарился на зоне А потом чемодан вокзала реинкарнации Я представлял этот момент Столько лет Неужели он пришел Нео, где бы ты ни был сейчас Спасибо Вот она говорит Нео, где бы ты ни был сейчас Спасибо Но она знает, что он живой И его бесконечное сознание Оно уже за пределами данной игры Они смотрят наверх Про это говорил Артур Сита Что такой термин Как небеса Да, как он расшифровывается Небеса Нет беса Что такое бес? Это ваше эго То есть я уже сказал Ваше эго это дьявол Люцифер Сатана Бес Демон Называйте как хотите Это самый главный демон Который живет у вас от рождения А небеса это где? Этого беса нет То есть если вы хотите попасть В так называемый рай В царство божие Либо в реальный мир Как я его называю Вы должны расторжествить себя Со своим эго Убить его Избавиться от него Уничтожить Либо там Кто-то говорит Принять, задобрить Неважно Сам факт Чтоб его у вас не было В том проявлении В котором оно проявляется сейчас Все Рай существует А да нет Есть вот реинкарнация Бесконечная Пока вы не раздуплитесь А чтоб туда наверх забраться Инструкции Вагон Которые я сейчас расшифровал Ну Настолько Насколько смог Если кто-то не понял Ну и давайте еще там Сто тысяч жизней Покрутите здесь Потом может быть поймете А те кто понял Идите действуйте Вот вам разбор фильма Револьвер Можете его пересмотреть И идти делать Хорошо сидеть Штаны протирать Либо идите на реинкарнацию Как бы тут У каждого есть выбор Как сказал Морфеус Да У людей есть выбор Поэтому выбирайте Страдать херней И идти Вновь потом проходить Все что вы проходили Вот это поганое Долбанное детство Поганое это школа Это университет Либо все-таки Раздуплиться И закончить уже Эту Игрульку Она становится интересной Когда вы просветляетесь А вот до этого 29 лет Это просто Жрание сплошного Говна было Но оно все было нужно То есть за счет того Что я так много страдал 29 лет Реально это просто Беспросветная тьма была Она сформировала Соответствующий характер Соответствующие ценности Которые сейчас Позволяют Есть шанс Чтобы эта жизнь Стала последней У меня Смогу ли я так сделать Да хрен его знает Но я приложу все усилия Я имею ввиду Жизнь последняя Здесь Вот в этой Игрульке Доброе утро Доброе утро Бог ты мой Вот это Сюрприз Ты втянулась в очень опасную игру Всякое изменение Риск И как долго продлится мир По-твоему Сколько смогут удержать Что будет с остальными С кем С теми кто хочет вырваться Из матрицы Разумеется Они обретут свободу Вы даете слово Кто я по-твоему Человек Пифия Мы боялись Что не сможем найти вас Теперь все хорошо Глядите Глядите Какая красота Просто прелесть Ты сама это сделала? Для Нео Это сказочно Он будет доволен Мы его увидим Когда-нибудь Я думаю Увидим Однажды Вы знали Что все закончится Именно так Ну что ты Конечно нет Просто верила в это Верила я в это Ну вот собственно На сегодня урок закончен Надеюсь где-то Что-то уже уловили В принципе Читать комментарии Отвечать на вопросики Я смысла особого не вижу Так как видео И так уже затянулось Может быть Мы потом будем Отдельные эфиры С этим делом проводить Но в принципе Вопросик Такой вот основных Гарри Поттера Моментов И Матрицы Мы разобрали Все Далее нас ожидает У меня сейчас Буквально Завтра будет Послезавтра Будет живое интервью В студии Думаю посмотрите Вам понравится Я там озвучиваю Некоторые такие Интересные моменты На мой взгляд Вот И потом уже Когда я вновь Сюда вернусь Мы будем разбирать Звездные войны И плюс сразу Властелин колец На здоровье Ребят Я очень надеюсь Что вам это было полезно Потому что Насколько я знаю На просторах интернета Таких разборов Нету Ну Главное сейчас эго Только не распалять Но Мне очень приятно От того что я делаю Уникальный контент Даю уникальную информацию Которая самое главное Достоверна То есть я не просто из головы Это выдумываю А у меня наконец-то получилось Вот пройдя через эти три Мировых войн На своих аявасочных историях Наладить коннект И наконец-то вот Уловить суть И суметь ее Донести Хотя бы до некоторых ребят Поэтому Старайтесь вот Все-таки Через любовь Отдавать Делиться Иногда вот Как-то Поступаться своими Там я не знаю Интересами Ради других людей На здоровье Ребят Вот И все будет замечательно То есть проект Венера Видите В чем скажем так Ошибка Жака Фреско была А может и не ошибка Я думаю все складывается Как нужно Но он проект Венеры Доносил только С прагматичной точки зрения С научной точки зрения А это Это же по сути Тот же самый коммунизм Да Там нету Бога Там нету духовности То есть все эти кислые Злобные рожи ходят Поэтому проект Венеры Очень важно совместить С духовной составляющей И поэтому Как мне подсветили Да Я сейчас буду продолжать Деятельность Жака Фреско И деятельность Треххлебова То есть я тот человек Который должен будет совместить Наученную парадигму Жака Фреско И духовную составляющую Алексея Треххлебова Кажется его Алексей зовут Если я не ошибаюсь Надеюсь Я правильно произнес Вот И вот такое вот Совмещение этих составляющих Оно Почти наверняка Наладит Да Скажем так Структуру этой игры Потому что на данный момент Ну вы сами видите Какая ерундистика происходит Но многие ребята У которых налажен Коннект с духовным Как вот этот Грандмастер Вульф Как Сергей Новиков И многие другие ребята Есть такой канал Новые люди Я думаю Что там тоже интервью Я потом Скорее всего дам Там многие говорят о том Что вот сейчас 2027 будет решающим И потом за его рамками Уже ближе к 30 Будет новая эра Гранд Вульф Это называет Новой эрой Сергей Новиков Золотым веком Я говорю Проект Венера Но в принципе Это будет что-то похожее Как вот Сергей Новиков На одном из наших эфиров Сказал Либо он лично мне это сказал Я уже не помню Что за рамками 2030 года Наука и духовность Они воссоединятся И это будет замечательно В принципе Постепенно мы к этому и идем Ну по крайней мере Мне так кажется Да Просто я ворюсь Как бы в соответствующей Информационной среде Общаюсь с соответствующими ребятами И также на днях У нас будет эфир С одной женщиной Которая является масонкой Масонкой правильной Я думаю Она тоже расскажет Очень много интересностей И я бы с удовольствием Ее послушал У них настолько светлая семья Я вот реально Наверное Более приятные Семейные картины Не встречал Хотя нет Разочек это еще было Там вот у Кирилла Вершилова Тоже замечательная семья Но вот у этой женщины Прям смотришь И глаз радуется То есть видно Что ребята светлые Ребята действительно Живут через сердце То есть мне послушать Это прям одно удовольствие будет И вам я думаю тоже Я говорю Рай Эра Водолея Золотой век Любви Да Да Это база Поэтому Но важно понимать Что туда попадут Только те Кто проснутся Поэтому сейчас Вам даны инструкции Как это сделать Посмотрите Мой разбор на фильм Револьвер Там прям пошаговая Инструкция Да Понятное дело Это страшно Нужно проявить геройство Чтобы все эти вещи совершить Но Я вас уверяю Награда того стоит То есть я когда проходил Через свои вот эти Аевасочные истории Еще раз повторюсь Это было безумно больно Безумно тяжело Больно И в психологическом И в физическом смысле Но сейчас Я счастлив Как никогда За всю историю Вот конкретно Этой жизни Я наконец-то Обрел смысл жизни Я наконец-то Обрел какие-то ориентиры То есть до этого Я жил просто Как собака Ну в том плане Что пожрать Посрать и сдохнуть Да Типа Вообще Я же говорю Меня здесь ничего не радует Давно С самого рождения Я просто Блин Жрал Какую-то фигню Изучал И так далее А сейчас Настолько все Приимполнено смыслом Настолько мне теперь интересно Особенно интересно Отсюда выйти Что просто не описать Поэтому Вот такие собственно дела Ладненько Будем с вами еще разбирать Фильмы Если кто-то что-то не понял Не переживайте Я думаю На 10 масонском Кино Где-то что-то у вас Все-таки щелкнет И вы поймете О чем идет речь Ну все ребят Спасибо за внимание Как всегда Видео в записи Будет В телеграм Залито Будет На ютуб Залито Поэтому Если тут неудобно Смотреть Подождите Буквально там Денечек-два И с ускорением Потом что в телеге Что на ютубе Сможете Этот шедевр оценить Так что вот такие вот дела Все Благодарю за внимание Я очень надеюсь И я искренне В вас верю Что вы Сможете С эго Разобраться И когда вы с ним Разберетесь Вы тем самым Поможете и мне Потому что это ведь Одно явление на всех Это одна компьютерная Программа на всех Поэтому если я только один Буду с ней бороться Ну это будет Не столь эффективно А если вы все Да Я не знаю Ну сколько обычно Ну Несколько тысяч человек Мои трансляции Просматривает А бывает и больше Да Когда залетает Там и десятка Я думаю Вполне себе посмотрит И вот представьте Если 10 тысяч человек Все начнут Вот это эго Гандошить А гандошить Именно через любовь Не надо ему Много внимания уделять Просто совершайте Добрые дела Просто идите По пути сердца Эго само Оно не выдержит Этой высоковибрационной Истории Поначалу Желательно действовать Как мистер Грин Это действительно работает Это действительно эффективно Но потом надо идти Вот в добрые дела В принятие В понимание В мудрость И оно Рано или поздно Отвалит И когда у него Будет меньше ресурсов Меньше гаваха Высока вероятность Что он в принципе Свалит С этой планеты Так что Вот такие дела Ну все Спасибо за внимание На сегодня мы Завершаем И моя теперь Любимая фраза Которую я взял Из фильма Главный герой Не хорошей вам жизни А замечательной Субтитры создавал DimaTorzok